Здравствуйте, наши дорогие любители спорта! Представляем вашему вниманию шестой выпуск углеводной загрузки второго сезона. Этот проект мы делаем совместно с беговым сообществом при поддержке компании ASICS. Темой этого выпуска мы выбрали спортивные легкоатлетические сборы, а поговорить на эту тему мы пригласили чемпиона России по марафону Степана Киселева. За свою спортивную карьеру Степан побывал в большинстве мест, где тренируются легкоатлеты, от Киргизии до Японии. И мы напоминаем о том, что после каждого выпуска углеводной загрузки мы разыгрываем одну пару беговых кроссовок от компании ASICS. Все условия конкурса вы найдете в описании к этому видео. Приятного просмотра! Степан, во-первых, мы себя дико неудобно чувствуем перед тобой. Потому что мы сидим здесь и не принесли бумажного какого-нибудь флажка тебе. Не, ну для тех, кто не в курсе, Степа... Смотри, давай сделай, у нас есть вот такой вот наш флаг. Делай, капитуляция. У нас в чем прикол, что я вот честно не знаю, как себя вести. Коротко, что произошло. Степа указал окно, когда может его застать допинг офицером, с пяти до семи или до шести, да? Нет, я указал с шести до семи, да. Шести до семи, но выехал раньше на сколько-то, на десять минут, да? Да, где-то, да. Да, туда приехал допинг офицер, не увидел там все, и впалил ему флажок. А мы как бы в стенгазете «Прифонтейна» почти в каждом выпуске топим против... Три флажка. Потому что так часто про три флажка... Наверное, чаще мы только про Инги Бриксонов разговариваем. Тут Инги Бриксоны... Да, причем не только в стенгазете, просто между собой. Инги Бриксоны и флажки. А это с одной стороны, с другой стороны как-то, знаешь, неудобно получается, потому что Степа вылетал к нам и как бы... Причастный. Причастный к этому мы получаем. У меня утром сегодня началось с того, что я открыл Инстаграм и первое сторис Степы, что я еду к Бегвредин, вот, и за это получаю, значит, флажок отдыха. Я уже ожидал, что здесь будет митинг из болельщиков Степы, которые будут требовать с нас немедленной сатисфакции. Но сатисфакция тебе знакомое слово. Ты должен ответить за... Слушай, нет, я про других-то сказать. Скажи, вот как себя чувствовать? Мы виноваты перед Степой? Мы глобально виноваты. Или он просто как-то... Потому что это вот этот смах крыла бабочки может изменить движение времени к времени. Мы как-то причастны к этому. Нет, на самом деле это чисто моя вина, как бы раздолбайство, его никто не отменял. Я должен был более быть внимательным. Я предварительно вечером, прежде чем ложиться спать, я собрал сумку, все, и открываю, захожу в систему Адамс и смотрю, у меня как бы там стоит с шести до семи окна, да. И сам факт то, что я не указал дорогу, потому что я думаю, блин, так, я еду, ну окей, ладно, они придут с шести, например, да. Я поеду потом, да. И в Москве, я не знаю, где остановлюсь, остановлюсь я вообще в Москве. Поэтому я подумал, блин, вдруг я в Чебоксар поеду, поэтому мне надо указывать дорогу, либо я еду до Москвы, либо я до Чебоксар. Те, кто получают три флажка, обычно говорят, что система Адамс очень сложная, и там сложно разобраться, там плохо работает интерфейс, и поэтому... Ну есть там некоторые косяки, вот, к примеру, даже то, что почему-то у меня в голове было, что окно с пяти утра не ставится, но потом... Написал Колману, а Колман говорит, ставится, но три флажка не страшно. Нет, там на самом деле четыре... Подождите, чего вы, три флажка, три флажка, вот человек вообще первый флажок. Сколько у тебя до этого флажков было? Нисколько. Ну первый флажок. Первый, вообще в жизни первый. Поэтому вообще... Но мне его еще не дали, как бы... Дорогие друзья, если вы смотрите нашу передачу, не ставьте, пожалуйста, флажок. Но, исходя из этого, Степ, хотелось бы у тебя узнать. Вот мы часто сталкиваемся с тем, что довольно-таки серьезные, на первый взгляд, визуально, во всяком случае, мужики и тетки собирают вот эти три флажка. Скажи, это схема по уходу от контроля над допингом такая новая? То есть ты берешь хорошего адвоката, лупишь эти свои три, потом как-то отмазываешься, успеваешь почиститься, а в процессе выигрываешь какие-то призовые. Или все-таки там доля распиздяйства в этом всем присутствует? Как ты думаешь? Ну, не знаю. В случае кеницев это, наверное, все-таки раздолбайство. Потому что, зная кеницев, они по природе свои раздолбают. И флажки получали, как правило, три флажка получали спортсмены, те, которые практически завязали со спортом. То есть я уверен, у них уже, да что, я уже закончил с бегом, нафиг мне этот отмечаться, нафиг мне этот доп. контроль, там, вечеринки, гулянки. Мне кажется, в случае кеницев это связано с раздолбайством уже. А американцев трудно судить, не знаю. У нас страничка программы «Времена» на Первом канале, американцев трудно судить. Мой случай как бы показал, что вообще легко можно флажок получить. Ну один, но не три. Ну да, да. Ну за раз три ты не получишь. А вот и кеницы, кстати… Я с 14-го года как бы в пуле тестировал, да, и вот это такой, мне кажется, первый случай будет, когда я флажок. Я думаю, что кеницы получают флажки, потому что они до сих пор думают, что чем больше флажков, тем круче. Ты знаешь, я просто согласен, как человек, который полтора года прожил в Кении, что это действительно специфический народ. То есть для меня главным открытием общения с кеницами было то, что когда они тебе говорят «да», вот я тебе говорю «да», вот это сейчас «да», оно не распространяется через час. То есть во времени наши договоренности не существуют. Ну знаменитая кенийская «да». Я иногда такое в Москве встречаю. Да. Да. Но прежде чем уйти от этой темы, все-таки надо… У нас молодые смотрят, и надо как бы им немного пояснить, что не надо на самотек пускать, как в моем случае. Надо, если у вас дорога запланирована, лучше указать дорогу. И не важно то, что вы там непонятно, куда летите, да, и где вы остановитесь. То есть укажите перевалочный пункт, да, что вы, например, поехали в Москву, и обязательно раньше часового окна не уезжать. Как я, например, я рассчитывал, что я дождусь шести часов, подожду там минут десять. Если шесть-десять офицеров не придут, как бы, ну, наверное, они не придут, и как бы поеду. Но в итоге таксист приехал на десять минут пораньше, я как бы попытался подождать. Скажи, пожалуйста, у меня таксисты, само собой, во всем таксисты виноваты. Объясни мне, пожалуйста, это вот какая-то такая полувоенная организация, вот эти офицеры? Откуда они всплывают в разных местах? В Киргизии, в Минводах, или это местные, которых просят? Да, я думаю, это местные. У Росады есть сотрудники, да, например, которые, я думаю, по найму они или как-то там. Им говорят, вот, надо туда-то съездить. Они едут и берут, и все. Они базируются, наверное, на своих... Не, просто не очень понятно, если ты совсем в глушь как-нибудь уедешь, там, я не знаю, за тысячи километров от цивилизации. В Кении мне приезжали с ЮАР, допинг-офицеры. В Киргизии были, как правило, казахи. Ну, в России русские. Мне просто непонятно, они прям вот целенаправленно едут из ближайшего пункта для того, чтобы тебя проверить в конкретное время. Да, да, они смотрят все, вот указал такие-то места, вот он долго находится. Тебя вот регулярно раз в месяц проверяют, да? Да вот имя, что давно не проверяли, и вот эта нотка раздолбайства, она как бы... То есть расслабился. Да, да, расслабился. Ну и пруха, везение, видишь? Ну, и в общем, естественно, Бег Вредин виноват. Нет, таксисты, мы уже это говорили. Бег Вредин всегда виноват, это по умолчанию. Слушайте, ну, мы вот так с вами как бы потихонечку подходим к основной теме сегодняшнего нашей дискуссии. Понятно, что мы Степу всегда рады видеть у нас в программе «Углеводная загрузка», которая выходит при содействии, то есть она производится каналом «Бег Вредин» и беговым сообществом при поддержке компании «Асикс». Ярким представителем нашей дорогой, любимой компании «Асикс» является Степа. Атлет «Асикс». Атлет «Асикс», да. Не хухры-мухры, а атлет «Асикс». Да, и Степа у нас в гостях был единожды, да? В прошлом сезоне. В прошлом сезоне, но за этот год он похудел, стал хранителем таких серьезных тайн и знаний, что грех было его не позвать второй раз. Это сто процентов. Дело в том, что Степа вот прям первый советский космонавт. Нет, если разъяснить, что я имею в виду, просто Степан редкий российский спортсмен, который смог потренироваться и пожить в японской беговой команде. Мы обязательно хотим узнать, потому что вот это вся мураками, вот это все любительские чемпионаты, команды, вот это все создает некую ауру загадочности и сказочности японского бега. Ты нам расскажи, пожалуйста, так ли это, плюс ты являешься редким человеком в России, который смог побывать на сборах и в Японии, и в Кении, и в Киргизии, и в наших минеральных водах, наших относительно сейчас, в Кавказских минеральных водах. И где-то еще, по-моему, в России, и где-то только не бывал сбор. Ты можешь нам рассказать, вот где хорошо проводить сборы, где плохо, зачем надо ехать, например, в Кению на сборы, зачем надо ехать в Киргизию. Вот такой мы решили сегодня прикладной придать смысл нашей передаче. Второй сезон углеводной загрузки сам по себе прикладной. Мы пытаемся раскрывать какие-то кейсы, да, по травмам ли, по бегу в горы, неважно. Чтобы, посмотрев вот эти полтора-два часа, у человека появились какие-то ответы на вопросы, которые его преследуют. Вот сегодня мы будем говорить о сборах. Да, причем не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей, потому что вот мне тоже хотелось бы узнать, нужно ли любителям ездить на сборы вообще, насколько это необходимо. Люха очень давно хочет попасть в Кению. Да. И посоревноваться с местными бегунами. Да, я хочу в автобус. Понял. Ну, ты знаешь, да, что такое автобус? Я знаю, что такое автобус. Я просто... Ну, подожди, это же... Я выпал на моменте, я хочу в Кению. Ты не знаешь эту знаменитую историю? Сразу же я вспомнил вот это все, и я... Нет. Я же даже один раз поехал в Кению, но потом перепутал, оказалось, что ЮАР, я был в ЮАР. Окей, хорошо, молодец. Да, мы можем двинуться как... Чем дальше от Москвы, либо чем ближе к Москве. Начать схемы. Давайте все-таки Японию оставим на десерт. Давайте. Вот чтобы люди, которые нас смотрят, у них тоже была внутренняя мотивация это смотреть. А мы еще тайм-код не будем делать на ЮАРе. Вы смотрите нашу передачу внимательно всю, пожалуйста. Да, потому что такого исхода не ожидал. Хорошо, давай начнем. Куда податься сноубордисту летом? Где? Куда податься бегуну на сборы? Горы, да, нужны? Не обязательно. Есть, если касается дела зимы, да, и бегун убегает от скользкой поверхности, там, от льда, от снега или от холода, то есть вариант Адлер, да. Многие, там, даже российский сбор проводится, база есть в Адлере, но бегуну там негде бегать вообще. Сочи, Адлер, это больше история для метателей, там, у них там база, в основном, для спринта. Велосипедисты туда ездят, потому что там есть Ахун, есть набор, и там можно тренироваться, и там сравнительно терпимая погода. Во всяком случае, в январе я делал сборы с тренером в Сочи, там было довольно-таки много велосипедистов. Ну, вот бегуны, как бы, марафонцы ездят, как бы, ну, это все-таки такое дискомфортное место. А мы сейчас говорим только про профиков, правильно, я понимаю? Да, мы расширяем, мы говорим о общем, как бы, составляющем, да, о неких трендах, и, собственно, пытаемся раскрыть вне зависимости, потому что в моем представлении, с учетом того, что профессиональный бег в России – это уже такая иллюзорная составляющая, мы говорим просто о людях, которые хотят быстро бегать. Ну, все же, я считаю, Сочи, Адлер – это не очень хорошее место, потому что там либо плитка, либо стадион, парков там таковых нет для бега. Там дендрарии раньше мы там кружили, но это, блин, замучаешься на одном кружке, постоянно крутиться. Поэтому там альтернатива, я использовал альтернативу Сочи и Адлеру – это Абхазия, Питсунда, я вот туда выдвигался, движение сразу ноль, народу практически ноль. И, как бы, погода тоже самая, но условий для бега побольше. Ты там встал на трассу вдоль моря и почесал? Да, да. А какие, какие типы тренировок ты в этот зимний период совершал в катюзе? Ну, я в основном базу набирал объем, там, как бы, поравнение, чтобы там был вдоль берега такая песочный кружок такой, ну, не сильно песочный, но нормально так было. И шоссе, где автомобилей мало, наверное, и для велосипеда там отличное место. Вот, это касательно наших югов. И это непопулярное место, как я понял, да? Да, непопулярное. То есть туда едут люди почему? Потому что дешево? Да, во-первых, дешево, во-вторых, вот, если для марафонца, там можно больше набегать, чем в андре. Кто из наших всех общих знакомых часто любит туда ездить? Ну, раньше я ездил. Сейчас, не знаю, в последнее время не видел. И там есть какая-то база, да? Нет, в частном секторе. То есть приезжаешь, снимаешь квартиру на месяц-два-три и начинаешь долбить утром-вечером, да? Ну, не на месяц, уж на три недели. На три недели? А рекогностировка, то есть ты... Или тебе кто-то рассказывает, где там варианты, или ты должен сам, по сути дела, с нуля найти какие-то... Да, да, получается, вот ты знаешь людей, например, которые раньше там базировались и начинаешь узнавать, что, как там, блин, сколько стоит, где бегать. Ну, раньше вот я использовал это место. Я не любил в горы забираться в начале подготовки, как бы, и старался все время внизу где-то бегать, а последний месяц только ехать в горы. Ну, такая схема мне работала, нравилась. Потом так дальше двинемся, да, мы какие места есть. Я даже, извините, что я перебиваю, может быть, даже сделать так, что надо как-то от чего-то отталкиваться. Вот у нас хорошо началось от времени года, правильно? То есть, получается, у нас же люди ездят на сборы и там и зимой, и весной, и даже летом, подводясь к соревнованиям. Я так понимаю, что именно зависит и локация, куда ты поедешь, в зависимости от... Да, потому что зимой, вот в этот январь, например, месяц в Кисловодске ужасно. Холодно? Да, нет, там не то, что даже холодно, там лед покрывается, вот этот парк льдом, и вообще невозможно бегать. Окей, значит, зима — это у нас Кения, да? Ну, либо Кения. Последнее время некоторые стали Киргизию еще использовать. Давайте тогда сейчас про Киргизию, это интересно. Да, потому что это новый тренд, и она появилась недавно, да, история с беговой Киргизией? И как она появилась, расскажи, пожалуйста, кто был инициатором? Кто был киргизским Колумбом? Кто открыл Киргизию? Киргизию — это, наверное, где-то в 80-е годы. Да, да. Я, кстати, вам хотел привезти подарок. Три книжки, там, Прокофьев выпустил три книжки про знаменитых марафонцев. И вот там они рассказывают свои секреты, где они готовились, как готовились, что бегали и как бегали. Интересно. Ну, блин, не дошли книжки. А, ничего. Но отдельно потом... Ну, мы еще с тобой увидимся, я надеюсь. Да, и вот в одной из книжек там был такой герой, марафонец Масеев, вот они использовали Киргизию постоянно в своей подготовке. Это зимой, да? Да, да. Это зимой. Вплоть и январь, как бы. Тогда не было возможности ездить в Португалию, например, и они... В Киргизии у них был топ. Ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Я помню в своем детстве, когда я занимался плаванием, мы летом делали сборы в Цахкадзоре. В Цахкадзоре в Армении тоже была база сборной России, да? Угу. Но я как-то там не помню, что бегунов много было. Ну, я наслышан об этом. Я даже как-то хотелось бы там... В Армении побегать. Да, в Цахкадзоре. Я за этот месяц уже три раза слышал об этом. Ну, там сейчас хорошо. Я просто не уверен, что это все-таки горнолыжка. Я не уверен, что туда стоит ездить зимой. Это не зимние сборы. Ветом, да. Но летом там, конечно, идеально. Там все необходимые водные и среднегорье, переходящие высоко горье. И, соответственно, отсутствие ровных поверхностей, что нужно для этого. Ну, а есть... Суря, я вот просто все равно, мне кажется, это важно с точки зрения там последующих рассказов про другие места сбора. Вот каковы вообще критерии классного места для сбора? Вот это что должно быть? Там наличие стадиона, наличие какого-то большого длинного круга с перепадом поверхности, с перепадом высот. Там, я не знаю, какой-то инфраструктуры для спортсмена. Или в чем вот... В чем особенность? Блин, столько... Да, это сложно. Как бы это зависит от вида. Например, люди, которые готовятся на дорожку. Они, например, в феврале стартуют чемпионат России в закрытых помещениях. То им надо, конечно, в манеже там что-то делать. Это одна история. Джейл Кайяно был одним из моих первых шоев. Я очень люблю стабильность, который дает, и максимум поддержки, который мне дает в длинных рядах. Это отличный шоев, если вы хотите комфортивный и поддерживающий шоев, который может помочь вам начать ряду или даже закончить маратон. Другие ребята, которые, например, готовятся на марафон, и у них январь, это такой основной месяц закладывания базы, то они куда-нибудь избегают просто снега. Где неважно им надо... Им манеж не нужен, там дорожка не нужна, им просто мягкая поверхность желательно, и снега, чтобы не было. А в Киргизии зимой есть это? Там же тоже холодно. Холодно, но я был в феврале, блин, снега не было. Это в этом году удивительно, там какая-то аномалия у нас снега мало, то там вообще насыпало нереально много снега. То есть, в принципе, системно мы не берем, да, аномальные стечения обстоятельств. То есть, системно Киргизия подходит, да, по зиме? Да, чуточку холодно, но поверхность и, в принципе, там сухой воздух, холод не так сильно чувствуется. И есть вот эта пресловутая Среднегория, да? Да, 1600 идеально. Куда ты едешь туда, в Киргизию? Явки, пароли можно? В Бастери, как правило, поселок, это близ Челпанаты. Ну, раньше на тот берег ездили, Каджисай, что ли, называлось, я там ни разу не был. Степа, а что по деньгам там? Меняемо все? Могу сказать, там вот был такой, в этом году умер человек, там, Сергей Борода. У него и скандер писал, да, в софт-сорис? Да, он просто вот все организовывал под ключ, можно сказать, сборы. Пускай это был не лакшери формат, да, но он встречал тебя, находил квартиру и кормил обед, ужин. Если по цене, то квартира стоила 300 сом, это то же самое, 300 рублей. Это в день? В день, да. И питание, получается, 500 сом. 500 рублей в день? 800 рублей в день, получается. Он жил, кстати, этот, я смотрел. Ну, сейчас его дело продолжают его сыновья, он как бы их всему научил, то, что это сам делал. И он уверен, это не остановится. Там прям, ну, питание мне вообще прям нравилось. Что из себя представляет киадырское питание? Оно как бы такое простое, домашнее, да, но вот он знал, где продукты, какие брать продукты, где свежие они. То есть они готовили, что ли, получается? Да, да. То есть ты приезжаешь на полный пансион? Ну, кроме завтрака, получается. Ну, завтрак и неудобно куда-то ходить. Ты проснулся, там сам творог или что-то покушал, вышел на тренировку, во сколько тебе надо. И потом обед, ужин. Это всегда, блин, суперская баранина. Которая, ну... Минимум, на сколько имеет смысл ехать? В Киргизию? Да. Минимум три недели, я думаю. Ну, то есть те, кто работает на полный день в офисе, не смогут... Ну, можно и две недели использовать. Это, блин, такой панацеи нету. Почему нет? А давай представим такую ситуацию. Есть вот Сашка, у него есть семья, жена, ребенок. И вот он говорит, хочу тренироваться. Хочу подготовиться. Поехать, да, я, значит, поеду на сборы в Киргизию. Я так понимаю, мы ему не рекомендуем ехать, да? Нет, почему в сентябре или в августе едь, там, блин, озеро теплое, купаться, пускай семья отдыхает, там сам... А я побегу. Ну, опять же, возвращайся... И самое главное, компанию найдешь для бега. Это немаловажно. Это один из, тоже, видимо, критериев успешности классного места для сборов. То есть есть еще киргизский автобус? Ну, киргизский автобус страданий. Да, вот если в Высокогорье сравнивать, есть вот Тирскол, откуда я сейчас приехал, где я флажок получил. Это место вообще было непопулярно для бега. Чего? Я вспомнить, если приехал в 13-м или 12-м году, я там наткнулся просто на одного парня, который, ну, скайранинг в бегу. Я тогда не знал, что это такое. Тот просто выходил, там, с палочками, с рюкзачком и на Эльбрус трусил. Да, да. Я утреннюю тренировку делал, выходил на вечернюю, тот спускался. Неплохая тренировка. Вообще, я был в шоке просто. И он пытался рекорд Гиннесса поставить по забеганию на Эльбрус. Я не знаю, поставил или нет. Думаю, что нет. Почему-то это. Он топовый вообще. Вот сейчас вроде скоро будет какое-то соревнование. Может быть, и поставил. Но сам факт, что бегунов таких там не было. Все, кто говорил про Терскол, говорили, там же негде бегать, где ты там бегаешь. Но я находил там. Там безопасно? Да. Особенно сейчас, да. Особенно сейчас. Не, ну там, да. Скажи, пожалуйста, а при этом из того, что ты говоришь, и как у тебя отозвалось тем с пресловутым автобусом, туда надо ехать компанией, да? Или ты приезжаешь, и там есть кто? Если есть кто, кто там тусует? Ну, в основном, от, наверное, от пяти тысяч метров и длинней. Все там, но наши. Или есть из Казахстана, ребята? Казахстан, как правило, в Киргизию ездит. В Киргизии вот Казахстан. Ну, сами киргизы, там их мало. Русские. Пару раз один поляк приезжал, литовец приезжал, ходок. Дошел туда. Ну, опять же, это вот такие места знают, то, что ихние там отцы ездили в советское время. А, это как передалось из-под... Скажи, пожалуйста, а там есть какая-то вот тусовочная составляющая? То есть вот эти сборы, посиделки после... Дискотека. Вот единственное, как бы стол обеденный и ужин. Мы вот как бы приходим к Бороде, такой же стол, да, и все вот там тарелки стоят. И ты пока кушаешь, там, общаешься. Общаешься. Ну, то есть нет такого, что вот там вечером костер, таки достают гитару. И вот, значит, там, я бежал, сто метров, не было такого, да? Сто километров. Хорошая идея для песни, надо кому-нибудь отдать. Да, может, кто-нибудь запишет песню про сто километров. Да. Было бы неплохо. Ну, смотри, я слышал, там Португалию? Да. Я так понимаю, это уже для продвинутых. Еще одно место, если мы рассмотрим, мы еще не двинулись, на февраль, на март, на январь. Самое, мне кажется, классное место, если у тебя есть средства, да, это Португалия. Почему? Блин, много факторов там и погоды, и питание, и солнце. И океан. Да, и океан. Куда туда едут? Есть два места, они как-то так разделяются по нациям, их так можно разделить. Альбуферы, это больше там по немцам и британцам, не знаю. И Монте-Гордо, это где-то, может, в 50 километрах от Альбуферы. Там итальянцы, норвежцы и остальные, в общем. То есть, грубо говоря, если ты все-таки выбираешься в Португалию, то ты там можешь тренироваться с мировой элитой, фактически, правильно? Ну, если так попытаться с кем-то объединиться, да, есть такая возможность. Это все же лучше, наверное, я вот только в этом году побывал в Монте-Гордо, я до этого ни разу не был там, основной в Альбуфере. Кайф? Да. Как тебя встретили? Там грунтовый круг, как круг, там вообще прям трассы такие грунтовые, они холмистые и мягкая поверхность. Там, я считаю, идеальное место для вот базового периода. И ты по этой поверхности можешь набегать, ну, километров без риска травмы. А, грунт? Да, там грунт, получается, можно избегать вообще асфальта. А в Альбуфере-то все же в основном асфальт. То есть, правильно я тебя понимаю, что очень важно, чтобы в это время был все-таки помягче, да, что-то? Да, да. Потому что объемы начинают расти. Да, у меня раньше бзык был то, что если ты марафонист бежишь по шоссе, то надо бегать все время по шоссе. Но... Разве это не так? Я так считал, трейл, трейл, как бы тренируй трейл, марафонист должен бегать по повезду. Нет, ну, ты все-таки рисуешь общую историю, да. Окей, ты можешь к одному старту подготовиться, но потом у тебя начнутся болячки, там, то одно заболит, то другое. И все же, если ты рисуешь общую историю, то надо лучше по-мягкому готовиться, да, и достаточно там последних трех-двух недель адаптироваться там к асфальту. Ну, это в продолжение, опять-таки, митяевского велика, да? Да, который говорит, что объемы он набирает на велике. Ну, чтобы не травмироваться, да. Это то, о чем говорил Давид, и Давид тоже будет у нас здесь в гостях, расскажет про эту пресловутую технологию, когда огромное количество объемов ты выводишь, переводишь на грунт, на велосипед и так далее, и, по сути дела, меньше ударной нагрузки, меньше вероятность получить травму. Так не о что говорить, вот даже мы иногда бегаем по набережной, есть кусок от Пресненской набережной до Ложников, там идет просто мраморная плитка. И вот я туда, например, бегу, ну, ты прям чувствуешь вот этот мрамор, что обратно бежишь уже по асфальту, потому что он, ну, ты чувствуешь, что он мягче. Может быть, кто-то сейчас думает, что я прикалываюсь, и я реально говорю, что я чувствую, что мрамор, он твердый. Да, если даже сейчас взять Москву, я обычно когда приезжал, блин, ну, проблемно тут найти место, где побегать. Везде либо асфальт, либо плитка. И сейчас я заселился в Переделкино, забронировал там гостиницу. Хочу попробовать знаменитый ваш Мещерский парк, который... О, это великолепно. Там как раз мягкие, там, грунтовые дорожки, и ты получишь колоссальное удовольствие, потому что он создан для людей. Там есть и набор, и там крошка. Там есть все, что нужно, поэтому я думаю, потом расскажешь, я думаю, ты получишь колоссальное удовольствие от Мещерского парка. А давайте еще раз... Киргизию. Нет-нет-нет, можно мы хотим? Я хочу про Португалию, она мне так близка. Я поэтому говорю, мы про Киргизию поговорили. Давайте вернемся к Португалии, потому что вообще с Португалией боль. Мы выбирали между Португалией и Марокко. А, ты же был в Португалии. Я недавно был в Португалии. Почему-то выбрали на неделю позже Маракеш. Это была системная ошибка. Надо было брать этот Кашкайш. И все говорят, что это один из лучших айронмен-стартов. Половинок Португалии. Просто все орут от него. Восторги, восторги. Настолько все хорошо, что они туда добавили уже и полный. От Маракеша же тоже орут. Ну, орут от роликов о Маракеша. Слушай, вот я просто хотел подметить, что когда я бегал в Португалии, мне очень нравилось бегать по побережью, потому что все-таки океан очень сильно воздействует на тебя и морально, и физически. Но я не видел там профессиональных бегунов, а их, как правило, видно даже, как они бегают быстро, и объемы. Ты же каждый день бегаешь. И просто мне интересно, с чем можно сравнить эти... Ну, то есть какие основные, скажем так, факторы, которые влияют на выбор этого старта? Ну, во-первых, это стоимость, скорее всего, правильно? Сколько ты потратил... Ну, сколько человек потратит на одного, на трехнедельные сборы? Так, но это, как правило, если полный пансион, это как минимум, наверное, 35 евро с человека. В сутки. В сутки. Да. И живешь как ты? Ну, там шведский стол, как бы. 35, это в зависимости, где ты заселишься, либо 35, либо 50. Ты не забывай, все-таки Португалия сравнительно... Сильно дешевле, чем вся остальная Европа. Это я даже спорить не буду, подтверждаю. Ну, есть как бы вариант просто снимаешь квартиру, она вроде как январь, это вообще не сезон, типа, для Португалии. И не обязательно, типа, в туристическом месте, да? Да, ну, нет, все-таки... Главное, видишь, беговое место. Да, да. Оно не совсем совпадает, поправьте, я прав или нет, не совсем совпадает с туристическими маршрутами. Да, ну, вот Монте-Горде самое знаменитое такое место, где я все-таки подтверждаю, что я оценил это место, там классно бегать вообще. У тебя голова отдыхает от... тебе не надо искать там круги какие-то, ты встал и побежал. Я, к примеру, приехал в Монте-Горде, заселился и вышел на первую тренировку, думаю, блин, а куда бежать, что такое? Хоп, какие-то чуваки бегут, я к ним присоединился, это оказались румыны. Я говорю, о, Стефан, привет, там... И они мне все показали. Они тебя знали? Да, да, мы с ними в Кении пересекались там. О, вот это прикольно. Трейлрайнер там был один парень, Раду. И он мне все сразу показал, здесь так, говорит, бежишь, потом здесь такой круг, блин, вообще обалденно. А там есть и стадиончик, да, какой-то? Да, и стадион еще есть. Четыреста метров, как палату? Да, все стандартное, там даже какие-то соревнования европейские проводили. И бассейн есть, и для велосипеда там обалденно. Звучит очень идеально. Вот как будто, знаешь, представляешь сразу отличное солнце португальское. И вот я не договорил. И январь, понимаешь, не печет, все идеально. Погода идеальная, как бы, для спорта. И еда еще, явно, явно, чуть-чуть отличается, конечно, от киргизской. Чуть-чуть. Но это не горы, как бы, ты в этом месте, ты можешь базу набрать, но, как бы, такого горного эффекта ты там не приобретешь. А потом едешь в Киргизию, правильно? На пару дней. Скажи, пожалуйста, а из постсоветских регионов где еще есть что-то? Мы поняли, Киргизия, мы поговорили, есть Армения, есть Сахкадзор, есть история. Там я ребятам рассказывал, хотя они на велосипеде там успели пока, при старом режиме, при новом режиме, там дороги сильно изменились, хочу вам отметить. Нам надо как-то заценить заново, как только откроется, съездить. Как сильно изменилось Армения при Сергею Семеновичу? Серьезно, там при Николе, я не помню его, как Никола. Ленивец? Да, с тебя сломан. Ты кого хочешь помнить? Это отчество, Сергей, это мы вырежем, мне интересно. Нет, я как раз оставлю. Из постсоветских еще я слышал, от тренера слышал, я ни разу там не был, Друз Кинькай такой. Это Друз Кинькай. Это что? Латвия или Литва, я всегда помню это. Там какой-то прям лес сосновый. И все советские бегуны в какой-то период туда ездили, чисто набегивать базу какую-то. Потому что там мягко, не дует? Я вот не был там, да, видимо. Нас очень много смотрят в Украине. Скажи, пожалуйста, а там ты не знаешь, где, чего? Блин, мне Антоха говорил, там их места наедут. Там около 900 метров горы, и то они зимой, по-моему, не пойдут. Мы предлагаем нашим зрителям из Украины написать комменты. Накидать нам явку. Украинцы часто, они тот же Лебедь Сергей, был такой знаменитый бегун. Почему был? Он как бы в Кисловодск часто. Все украинцы раньше в Кисловодск ездили до определенного события. А сейчас интересно, ребят, напишите, где зимуют украинские бегуны. Тоже интересно. Одного мы знаем, но он там не зимует, он живет в Киеве. Да, и еще вместе с ним там. Знаменитый Антоха. Так, пацаны, я понял. Проживание трехнедельное в Фортугалии обойдется где-то в 1000 евро. Плюс еще где-то 500 евро. Есть возможности сэкономить. Например, как европейцы, румыны делают, молдаване. Они приезжают в квартиру, на месяц снимают. Они, насколько уверяют, можно найти квартиру в район 600 евро в месяц. Логично, мне кажется, возможно. Тем более, если вы живете несколько человек в квартире, получается совсем бюджетно. Более того, это не сезон в Португалии. Следовательно, цены значительно должны быть ниже. Но итальянцы, там они в гостинице, там Yellow, что ли, есть такой отель. В основном, там любят тусоваться. Вот, отличное место. Окей, зима. Зима у нас заканчивается вот этими двумя местами, да? Февраль закончился, теперь март. Куда перекочевывают атлеты, да? Март месяц – это, как правило, Киргизия. Туда уже стекаются и не только марафонцы. Туда прут и средневеки, и даже спринтера, которые 400 метров бегают. И Екатеринбург в основном туда прут. Это Киргизия и еще Кисловодск. Кисловодск оттаивает. И появляется на карте бегового сообщества у нас Кисловодск. То есть, самое часто упоминаемое, мне кажется, сборы Кисловодска. Чаще, чем Кенни, ну, по крайней мере, на слуху. Да, да. Это точка для молодых атлетов. Все-таки невысоко. И, как бы, молодой юниор там может вкладываться в тренировки, и тем самым не убегавшись. Молодой юниор или человек 50+, который себя считает юниором? Да? Все еще, да. Там есть места знаменитые, как тещин язык, который может выбить дурь из молодых. Почему? Ну, я помню, им любили наказывать, и меня в том числе наказывали. После какой-то гулянки в Кисловодске с Просковейским там вином тренер давал, и Дин говорит... В чем, в чем идея тещиного языка? Там это очень тяжелый подъем, где-то он длиной чуть больше 800 метров от начала до конца, и тренер, например, давал запрыгивать его от начала до конца. Это просто жесть. Он, как бы, градиент не виден в нем, но, блин, ну так тяжело в него прыгать. Это какой-то он то ли магнитудой какой-то своей обладает, либо много крови и пота там пролилось от леда. То есть тебя заставляли несколько раз в него вбегать? Да, да, раз десять, и я там уже просто усваивал урок, что гулять не надо. Почему он называется тещиный язык? Длинный, потому что... У тебя какие-то другие версии? Ну, я после этого, после, что было дальше, и Щербакова, я уже не знаю, о чем думать. Ну, мы про спор сейчас, поэтому... Куда приезжаешь в Кисловодск? Ну, молодые там, кто не в сборной, они на квартиры селятся. Это где-то высота 700-800 метров. Может, парк находится на 900-1100 метров. Есть верхняя база, где в основном сборные команды сидят, не только легкоатлеты, там и разные виды спорта. Заканчивая даже стрельбой. Удобно, там бегают, а ты стреляешь. Я даже смеялся, блин, а вы-то что сюда приперлись? Говорят, а тут бегают. Удобно. И они еще и туда приезжают, и без пистолетов. Я говорю, ну вообще, что-то... А чем вы стреляете? Просто... Я вспомнил этот анекдот про пловцов, да? Будете хорошо тренироваться, мы воду нальем. Не исключено, что там тоже из этой серии все. Да, то есть кто-то оздоровится просто. То есть самая высокая точка проживания, это база, где... 1200 метров, да. Сколько там стоит? Так, недавно меня спрашивали, около, наверное, 4000 рублей. Да, в день. Ничего себе. А все вместе, это что еще там? Там еще, по-моему, за 4000... Blackjack и... Ультра-Ультра. И юниорки. Ультра-Ультра. С нижних этажей. Вроде как, туда еще входит лечение. Но я не уверен, что в 4000 входит лечение. Смотри, какой могут тебя лечить просто пиятами. То сборная живет, это подороже, там ценник. Туда еще входят всякие... Массаж? Процедуры восстановления. Там, ну, все технологичное, все современное, все новое. Обычные люди могут там тренироваться за деньги? Вроде, да. За 4000 рублей? Да. Слушай, ну, вот так, уже серьезненько. Что-то начинает в Португалии отдыхать, да? 50 евро... Дорого, чем в Португалии. Как в Португалии. Получается. Но... Тут мне эксперты сообщают, 60 евро... Экспертиза подъехала. Ну, подороже, да. В Португалии получается. 60 евро за сутки. Нет, просто он может поменять. Так, на самом деле, другая цифра. 60 евро. А это... А еда еще, наверное... Нет, это входит. А, входит, ну, слава богу. Там и бассейн, и все. А номера нормальные или Советский Союз? Да, нет, 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 там все новое, современное. Евроремонт, как мы любим. Ну, да, да, конечно. И картина с цветами над диваном. Да. Не, ну, подожди, получается, что это... Ну, на туалет съездить? Попробовать. Ну, попробовать. То есть, смотри, а акклиматизация там серьезная? Тяжело вообще? Ну, для кого как, юниоры там, конечно, приезжают. А, у меня акклиматизация накрыла, у меня температура, аппетита нет. Ну, вы чувствуете, да, что у Степана некое какое-то пренебрежение? К юниорам. Чем-то не нравится, да? Нет, я лишь говорил, потому что некоторые слишком чувствительно ко всему относятся. Они при... А ты можешь назвать именно? Вот сейчас мы... Сейчас нас смотрит беговое сообщество. И, скорее всего, юниоры. И юниоры при нуле к экранам и следят за этим все равно. Каждый третий так будет. Ну, называй, кто там. Давай, Серега Тугой там, что там, Машка Забиякина. Ну, в основном, конечно, так девчонки говорят. Ну, типа, ты ее поешь виновным вечером, а утром у нее болит голова, и она может бежать. Юниоры. Он вот так называет. Юниоры. Что ты делаешь вечером, юниор? Нет, к тому, что молодежь как бы слишком чувствительна к себе, я не знаю, к своему самочувствию. Не то что, да, ветераны. Да. Степа, как 70-летний старик тут рассказывает, да? Слушай, я имею в право. Победитель московского марафона, между прочим. Да, в эй-группе всякто. Нет, глупого. Ну, это как бы моя такая шуточка, что ты сразу попадаешь на меня. Все мы знаем. Я недавно вспоминал вот случай, когда я школу закончил, и передо мной встал выбор поступать там в институт и, соответственно, выбирать нового тренера. Давай зафиксим, тогда ты тоже был юниором. Да. Так. Даже еще юноша. Может быть, ты не был юниоров, поэтому пренебрежение. И вот там ребята говорили, вот один вариант, да, например, блин, там все у него классная группа, ребята такие-то есть. Вот второй вариант, там у него воспитывалось много марафонцев, там Яков Толстяков знаменитый, там, который лондонский марафон вывел. И вот есть вот этот тренер, блин, самый жесткий. Вообще у него там ребята весь манеж заблевали. Он жестокий вообще там, выжимает все. Я выбрал вот этот вариант. Блевал манеж? Ну, было дело. Ну, это как бы из-за перенебрежения. А сейчас юниоры, как бы молодые, они вот этот вариант сразу же отсекут. На деле, как бы, вышло не так все плохо, как бы на слуху все по-другому. Но это же вот, мы много раз обсуждали эту историю, что есть вот советская вот эта школа, да, когда... Упороться. Упороться просто вот до последнего, там, ты нажимаешь, давишь на гашетку так вот из последних сил. Блин, я из себя, я жил, вот для меня там один месяц, например, тренеровка, я думал, что я вот сейчас вот этот месяц по тренерам. Тренируюсь и все, завяжу. Я выкладывался на каждой тренировке, каждый день, как бы, я не заглядывал там в будущее. Отчасти кажется, что некоторым, может, молодым там тоже надо. У нас есть инстинкт самохранения, который явно не даст тебе там умилеть. Ну что ж, Киргизия, Португалия, Кисловодск. Кисловодск. Закрыли мы эту историю. Ну вот с Кисловодском там есть еще парочку вопросов. Давай, задавай. Чего сидишь, кого ждешь? Не, ну я как это там про юниоров, меня сбила эта история. Ну сейчас ты отошел? Ну сейчас, ну в процессе, я боюсь, не хочу возвращаться к этому. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь, как сказать, вот когда ты едешь в Кисловодск, есть ли какие-нибудь мероприятия, которые ты должен обязательно выполнить? Кисловодск. Да, то есть может быть какая-то супертропа, может быть какой-то есть бешеный круг, который все там пробегают постоянно, или там, не знаю, может быть... Тещин язык мы выяснили. Про тещин язык я помню, это наказание. А есть что-то вот, какой-то там круг башкирский или подсказываемый? Башкирский круг мне не нравится. А что это за башкирский круг? Расскажите мне. Держи, я думал, это шутка, а Степа такой серьезный. Не, ну башкирский круг мне не нравится. Я не понял, есть башкирский круг? Сейчас поясню, как вообще возник башкирский круг. Был тренер, есть тренер Арифьев, у него квартира была. Есть, наверное. В общем, и чтобы далеко не ходить на тренировку, он там сделал круг рядом в лесочке. Там 500 метров круг есть, и чуть повыше километровый. И, соответственно, так как у него квартира, его ребята с башкирии приезжали, у него жили, и они, конечно, ходили бегать на этот круг. И в итоге он стал башкирским. А это беговая, да, тема всех по национальности называть? Потому что я не первый раз знаю, башкирский, армянский, вот это, татарский, вот это все, откуда вот это все? Я представил себе ситуацию, когда этот тренер просто тупо смотрел в окно и следил за ребятами, чтобы они бегали. Так было ведь? Наверное. Ну, для удобства, собственно, он создал. Я слышал историю о том, что разные тренеры приезжают и заставляют бегунов протаптывать как бы новые и новые какие-то тропы свои. Кабардино-Балкарский круг. Какой-нибудь, да. А мы назвали там круг, мы сделали, замерили круг, его называли Чутарка. Чутарка. Знаете почему? Почему? Нет, конечно. Потому что там вот у нас группа, у нас там чуваши и татары. А, соединю. Это как голуби и воробьи, это голубьи, а у вас получаются чуваши и татары, да? Чутарки. Лев и тигр лиги. Блин, там 730 метров круг, но он такой жесткий. Нектарин. Да. И он есть в Страве, соответственно. Там спутники опануют вообще. Почему? Из-за гор. Специально это сделано, чтобы ни у кого не было корона. С одной стороны гора, считай, с другой, и плюс он еще в лесу, там вообще бесполезно. А кто в Страве там хранитель этого? У кого корона? Он там жил триатлет, Платон Киселев, кстати. Так, так. У него велосипед суперский там какой-то, и мы сделали на этом, типа, индо тренировку и велосипедом замерили круг. Официально 730 метров. Приезжайте, устанавливайте рекорд и забирайте корону. Ты знаешь, это в нынешних условиях Гармина, хакинга, Гармина и так далее очень полезная, необходимая вещь. Ты знаешь, что есть 730 метров. Ты пришел, и твое любимое слово, какое вот это замеряют, когда ходишь? Страйт. Замеряют колесо, колесо. Курвиметр. Курвиметр. Куда ты полез? Страйт сразу же. Курвиметр. Ну, давай отвечу на твой вопрос, который по Кисловодску. Что касательно меня, да, я люблю использовать Кисловодску. Это в редких случаях, но такое место классное, где можно прыжковую работу определенную сделать, набрать определенный объем прыжков. Это октябрь хороший месяц. Дикславодская. И март. Погода отличная, да. И вот эти бесконечные холмы без определенной высоты. Вообще супер. То есть ты тоже здесь где-то 3 недели туда, да? Какой ты объем привозишь оттуда? Ну, в основном я прыгаю, но так-то в целом объем небольшой, но максимум 160-170. За месяц? Да, нет, за неделю. Но там есть минусы в том, что, например, много отдыхающих. И в парке, если ты выходишь в 10 часов, ты приходится тебе вот так манигрировать между... Это уже чемночный бег называется. Да. Это, кстати, стабилизатор развивает. Это лужнецкий бег. Да. Кстати, в парке Горького сейчас, если ты захочешь побегать утром... Не в парке Горького, а в лужниках. И в парке Горького еще круче. Но в парке Горького же нету акцентированной резины вот такой или есть? Есть. Там вот этого идет... Да, они на резине сидят... Ну, это скорее в нескучном саду, поэтому... Да, это не в парке. Не скучный бег. Да, до этой, до конца. А, ну там, кстати... А, там же резина в притык к воде, там можно... Да, свим-ран устроить, да. Кисловодск. Кисловодск. Собственно, моя любимая тема, как у Дудя. Че почем? Так, ну это... В зависимости, сколько человек едет. Как правило, туда едут группами. Либо объединяются с другими атлетами. Тем самым сбор становится веселее, да, там. Ну, пару можно юниора к собой взять и опять-таки... Если едешь один, да, и есть варианты найти с хозяйкой. То есть ты тебе... Симпатичный думаешь? А что, я не раз жил с хозяйкой. Там какая-нибудь бабушка, она там... Доминацион. Живет, у нее там комната, например, двухкомнатная квартира, она одну комнату тебе сдает. А, понятно. Ну, спальня. Каждый, собственно говоря, понимает в меру своей испорченности. Мерзая фантазия. То есть в зависимости от твоих вложений в бег можно всегда найти сбор себе посредством. Ну, окей, смотри. Вот, предположим, я одинокая, бегунья, решила поехать в Кисловоз. Я одинокий бродяга любви Казанова. Да. Вот сколько мне обойдется трехнедельных сбор? А, да, самое главное забыл. Ну, получается, с хозяйкой, я думаю, от 400, наверное, рублей. В сутки? Да, где-то. С едой? Нет. С хозяйкой, извини, забыл. Чисто проживание, да? Однокомнатную квартиру можно найти за тысячу рублей в сутки. То есть ты два человека, если там заселился, по 500 рублей, а питание ты сам готовишь. Ну, в итоге-то не дешево, но дешево, чем в Москве. Да, хорошее мерило по Москве-то мерить-то. Ну, только нет. Ну, ты же здесь живешь, а еще по... Ты 30 тысяч рублей в месяц, получается, квартира. Да, как однушка у нас придет. Ну, или 31. Ну, Кисловозск, это долгая история. Это некоторые умудряются и в январе там жить. Ну, очень погода непредсказуемая. Там ты утром вышел, солнце, все отлично, тепло. После обеда там снег посыпал. А если снег посыпал, все, он растает не скоро. По крайней мере, лед будет стоять на беговых трассах. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а в итоге вот Степан продал мне только Португалию. Почему? Мне очень понравилась история про Киргизию. И вообще, в принципе, я думаю, для меня все эти поездки, они в любом случае имеют немножко такое другое значение. Это какая бы, как сказать, ну, как мека, может быть, беговая. То есть это огромное количество бегунов, профессионалов, которые едут туда, ну... Ну, в Португалию, насколько я понял, так. Слушай, а вот из Киргизии ты будешь с ними видеться во время приема пищи. Так нет, все равно, это как то же самое Кения. Ты вот смотришь Инстаграм, ребята уже поехали. Ну, не то же самое, давай мы сейчас узнаем. То же самое ли Кения. Ну, да, и... Глаз, где лучше отдыхает? Глаз, блин, наверное... В Чебоксарах. В Киргизии и, наверное, Тирскол, Тернаус, вот откуда я приехал. Вот, видишь? Ну, Тирскол, Тернаус, Кабардино-Балкария, то есть это вообще-то просто какой-то дичайший виды. А Португалия? Мне казалось, что ты сейчас номер один назовешь ее. Блин, ну да, Португалия, наверное, все-таки номер один. Я, наверное, всегда за скобочками, да? Ну, что ж, Кайз, мы потихонечку подбираемся к первой. Вот ты так назвал это все дело некой. Нет, а я еще хотел спросить. Есть история в Сибири какая-то? О, точно, да, в Сибири есть. Это Семинский перевал. Но это такая закрытая, наверное, тусовка. Это больше для лыжников, для ихней истории, потому что там и биатлона есть, для биатлона есть стрельбище, и для лыж есть... Степа, а туда юниоров пускают? Ездил ты даже? Да, да, я... Расскажи вот про это место. Когда туда лучше ехать бегунам, и что там тренировать? Я там был первый раз. Это мои были первые абсолютно сборы. Я тогда впервые узнал, что вообще спортсмены ездят куда-то на сборы. Это был март месяц, наверное. И там дичайше холодно. Вообще там ветер, снег. Это просто закалка характера была. Там ни манежа, ничего подобного не было. У нас был туалет, ну как деревянный на улице туалет. Ты там выходишь с сугробы по колено. Ты... В туалет померзнешь. Баня у нас мылись, там воды не было, получается. Каждый вечер баню топили. И вот ты ждешь, там, после утренней тренировки, лег в постель. И у тебя так ноги слепаются. Ну, то есть, такие были условия такси. Как туда ты добирался? С Барнаула, там надо ехать до Горноалтайска. С Горноалтайска до Семинского перевала. Я просто извиняюсь, ты сейчас такие вещи начал рассказывать. Я уже понял, что Ташу ты это не продал. Да. Но сейчас тут до сих пор туда ездят? И там такие же условия? В основном местные алтайцы, сибиряки туда ездят. Они в основном не за условиями едут, а за высотой. Там где-то 1600 метров над морем. Соответственно, горный эффект... Ради горного эффекта жертвуют комфортом. Ну, там недорого. Не сказал бы. В Киргизии дешевле. Черт. Что за место такое? Я, насколько понял из всего, что пока рассказывает Степа, самый такой вариант соотношения цена-качество – это Киргизия. Киргизия. И глаз радуется. Да, и плюс есть, собственно говоря, то, что зачем нужен, да, горный эффект. И плюс абсолютно понятный, внятный вопрос с кеттерингом и с жильем и так далее. И по ощущению, там явно комфортнее, чем в Кении. Да, для русской души, наверное, точно. Тогда получается, Кения, следующая. Следующая Кения. Говнецом, конечно, будет попахивать, но... Я жил полтора года. И, исходя из этого, у меня первый вопрос. Из всех ваших сторис, видео из Кении, вот этих странных мест, где вы живете, я просто как человек, который бывал в Кении, там же рядом есть и нормальное. Ну... Ну, причем не с серьезной разницей ценовой. В чем причина выбора вот этих землянок, вот их кибер-гибер? Ну, наверное, все же это... Это типа... Не каждый атлет может себе... Типово армирование, то есть я пришел в спартанские условия от и до... И это в том числе, да, чтобы тебя не отвлекало ничто. Иногда полезно выйти из зоны комфорта. Хотя, блин, там в Кении в любом случае на тренировках выйдешь из зоны комфорта. Я поэтому говорю, слушай, ну, само пребывание из самолета в Найроби уже выход из комфорта. Вот там начинается. А чем дальше, тем больше. И для чего это усугубление? То есть это правила игры, это какое-то внутреннее решение. Потому что, повторюсь, там цена-то не сильно разница. Дай конкретику. Да, давай, давай, например. Ребята жили, ребята жили, дырка в полу, значит, ну, условно, я, да, сейчас говорю, там... Это не условно. Дырка в полу, а сверху капает, это душа над дыркой. Ну, вот что-то такое, да, как бы очень спартанские, очень спартанские. Сколько они стоили? Сейчас скажу, это в месяц... Да в сутки, двадцать, да? Не-не-не. В сутки, могу сказать, у нас где-то уходило на все, про все, без ограничения себя, там, интернет, проживание, питание, фрукты, массаж, где-то в районе девяти-десяти долларов в сутки. А сама квартира-то стоила на рубли, если переводить, где-то семь-шесть тысяч рублей в месяц. Ну, вот за пятнадцать тысяч рублей в месяц ты получишь нормальную кровать, нормальные стены, и за двадцать тысяч еще и с кондиционером, хотя в Кене кондиционер не нужен. Это первое, кстати, ощущение, когда ты приезжаешь, ты вселяешься, прости меня, пожалуйста, в Блюзон, это зона рядом с американским посольством, там это самое безопасное. Это там Карура Форест и рядом посольство, самое безопасное место в Найроби. И ты заезжаешь там в жилой комплекс и там дом снимаешь, вроде нормально, чисто, все понятно, внятно и так далее, нету кондиционеров. И первый вопрос, говоришь, слушайте, у вас приличное жилье, почему нету кондиционеров? На что люди говорят, ребят, вам кондиционеры здесь не нужны. И это действительно так, потому что, во-первых, это экватор, там всегда в районе 23-24, но даже если там условно припекает в сезон 30, вечером всегда 14. То есть, более того, вот эти керамические, знаешь, как эти... Стены, полы. Да, нет, вот эти печки, которые, знаешь, у них круглые, как бутылка печки, которые везде в садах, в дворико стоят, там просто жгут, чтобы греться, потому что в любое время года вечером там довольно-таки прохладно. Но это в Найроби. Я представляю, что Рифтвейли, да, куда вы ездите, там все в разы дешевле, но при этом уверен, что есть там у бывших победителей или призеров лондонских марафонов, там есть бизнес, свои отельчики и так далее, где в меня. Правильно я понимаю? Ну да, но они строят, но это все равно не сильно отходит от тех условий, то, что ты можешь в разы дешевле снять. И тут самый главный фактор, то, что, ну окей, ты себе можешь там позволить керри вью, там, где будет по 50 долларов или евро в сутки, но ты в итоге будешь там один. А тут по дешевой цене к тебе подтянутся другие ребята, с которыми ты будешь общаться. Я понял. То есть тут вопрос, это такой больше коммуникационный. То есть это лагеря, это мы группа, мы приехали и мы армируемся в том числе. Да, это ответ. И другие клиницы, как бы они, а ты где живешь? Там-то. О, приходят в гости. То есть это важный элемент для того, чтобы строить коммуникацию. А скажи, все остальные, там, бритые, норвежцы, они тоже так же живут? Или... Кто как, вот Сондро Мойн, он как бы может жить в таких же условиях. Но я ему всегда говорю, ты, блин, не норвежец, ты русский. Потому что он, ну, вообще простой парень. Британцы, это всегда Лорна гостиница там их не... Слушай, ну они все-таки это в Кении по-другому себя и вести не могут. Да, да, наверное. На бывших территориях там. Эти все-таки либо Керри Вью, либо Лорна живут. А такие вот более простые ребята, они... В общем, не вопрос денег. Сливаются, да. Абсолютно. Ты знаешь, и вопрос денег тоже, но он не является системным, как мы понимаем. То есть есть бриты, которые решаются там. Ну, видишь, комьюнити все-таки, видимо, важная составляющая. Ну, да, да. У меня такой вопрос. Ты человек, ну, профессиональный ответ. У тебя есть, ну, там, не знаю, сейчас у тебя тренера нету, да, я так понял? Почему у меня постоянные тренеры? У тебя есть тренер, он тебе, собственно, пишет программу какую-то, ты едешь в Кению и ее выполняешь, правильно, так? Ну. Но он не едет с тобой, правильно? Нет. Но я слышал, что когда ты приезжаешь в Кению, ты можешь попасть в какой-то комьюнити, с которым ты можешь, ну, типа, определенную программу откатать, потому что там есть местные тренеры, которые могут тебя, типа, взять на борт, чтобы ты тренировался там с какой-то группой, ну, местной, предположим. Такое практикуется? Да, без проблем. Ну, вот я недавно там с Джоном переписывался. Джон, поясни. Это ассистент Канова, который, ну, я Канову не буду там по мелочам беспокоить, как бы, ну, а с его ассистентом мы периодически... А Канова кто это? Ренат Аканова, итальянский тренер, знаменитый специалист. И вот его ребята, его группа, как бы, мне, как бы, всегда там вроде как рады. Я без проблем приезжаю, когда в эту группу встаю и тренируюсь с ними. То есть... Искандер, когда ездил туда, он пристыкался к американской какой-то группе. Есть там другие группы, то есть вообще... Совпадение? Не думал. То есть получается, что ты можешь не так уж и сложно попасть в какую-то известную команду и с ними провести там условно свои сборы, правильно? Да. Для этого тебе не нужно никакие собеседования, не нужно платить им дополнительный денег или нужно? Нет, нет. То есть ты просто приходишь с ними вместе... Это символичный подарок ему, ну, как от души просто, я помню, привез... Матрешка, водка, банка икры. Да, точно, точно. Книгу, я думал. И Джону, помню, привез я костюм российский такой. Сборный. Да, сборный. И тут, помню, бегаю я на тренировке, тут подъезжает на Лексусе там в костюме российском. Я в костюме российском, значит, я должен быть на крутой машине. Хороший стереотип. Давайте отмотаем на несколько минут, секунд назад. То есть, Степ, получается так, что это такой большой беговой лагерь. Да, ты приезжаешь туда за возможностью оказаться в группе быстрых бегунов твоего уровня и с ними потрениться. Да, и выше, там всякий уровень, и до. Ну, ты условно являешься элитным представителем российского бегового сообщества. Я поэтому говорю там условно... А есть ли там ребят там уровнем пониже? То есть, туда приезжают, например, японские туристы, которые по 4 бегают, 4.30. Вот так вот их полно, полно вообще любителей. А что с ними делать? Это такой этот разводняк там, типа, собирать, как кенийцы называют, музунгу, это с белых, деньги за фотокарточку? Я не думаю, что они много платят там. Они могут там, если девушки какие-то для охраны... Юниоры, давай называть свои вещи. Мы терминологию уже определились. Туда уже все, только взрослые суются. Это не место для юниоров. И... Ну, они, то есть, символическую какую-то сумму, я даже не помню. Условно 50 баксов в месяц платишь, и с тобой будет там 2-3 раза в неделю кенийцы бегать. Там он, я не знаю, какая его функция, больше охранять тебя, либо тренировать тебя. А там что, опасно забегать? Ну, просто некоторые со стереотипами приезжают, и они, особенно девушки, как бы немного пугаются. Не, просто они живут в таких местах, в фавелах, и там уже, в принципе, есть... Ну, там не совсем киберы, это немножко другое. Там вопрос в другом. То есть, получается, что это вот такой классический, такой туристический бизнес. Да, да. Построенный вокруг мифологии беговой мекки мировой. А в чем в твоем представлении именно загадка или секрет кенийского бега? То есть, что, почему он так... И так же бегут же эфиопы рядом. Или у них идеология отличается? В эфиопе проблематично, в силу того, что там язык, они по-английски плохо разговаривают, и с ними общаться довольно проблематично. А, окей. То есть, они общаются танцем? Да. Даже я, когда раньше был неведомый, как бы в этом деле, и когда видел кенийца и эфиопа вместе, там, на старшем, я думал, ну, блин, они же соседи страны, как мы, например, с Украиной, могут, наверное, разговаривать на одном языке, а они вообще друг друга не понимали. Для меня было тогда первое это. То есть, загадка заключается в том, что группа вот этих товарищей из племени Калин-Джи оказались в идеальных условиях, там, Среднегоре, и они еще и бегают вместе. Да. То есть, так получилось. Вот, вот это самая ихняя фишка, то, что они не закрыты. То есть, у них есть группа, которая постоянно приходит, кто-то уходит, и они спокойно допускают, допустим, иностранцев, которые... То есть, это вот предсловутая харенби, которая у них есть, да, этой кенийской идеологии, когда мы, типа, все вместе. Харенби называется? Да. У них, более того, на гербе это написано. То есть, когда все вопросы мы решаем... То есть, в Кении существует понятие параллельного государства, существует элита, которая свои какие-то выборы проводит, существует там два больших племени, остальные поменьше, вот это все. А параллельно еще существует горизонтальная коммуникация, когда люди своими вот этими селами, племенами, районами объединяются для решения каких-то сиюминутных и глобальных задач. Такой хабу. Ну и вот у них вот эта концепция харамби, когда мы, типа, вместе делаем все дружно и так далее и тому подобное, оно передается, видимо, идеологический набег тоже. И они открыты, да? То есть, ты пришел, встал, тебе никто не скажет, что ты тут... Ну, тебя, конечно, проверят на тренировке. А, прям... Да? Да, то есть, там кто... Что ты из себя представляешь? Кто-то, да, ну вот, к примеру, ты уже вроде бы, можно сказать, свой чувак там в группе, да, и какой-то на одной тренировке пристыковывается левый парень. По касательной он как бы кого-то знает там из одних ребят, и он видит, бля, белый бежит, бзунгу, и начинает топить, прям поддавать. Специально? Да, да. Надо сбросить этого белого сейчас. А он не сбрасывается? Да, он не сбрасывается. И потом... А ты сейчас свою историю рассказываешь. Про флажки. И, например, там другие ребята, с кем я тренируюсь, да, они просто подбегают этому чуваку под затыльник. Ты что, типа, делаешь? Мы тут вчера работу делали, а ты тут начинаешь это... А были или бывали такие ситуации, когда вот белый не сбрасывается, и потом, значит... Сам кений сбросился. Ну, например, да, или наоборот, знаешь, такой респект приходят и дают, что мы не ожидали, что ты... Да, это, как правило, так и происходит. Ну, у тебя как было? Я так понял, что тебя проверяли? Да, не раз это, блин... Ну, расскажи, случай нам очень интересно. Ну, вот я примерно рассказал. И просто другие ребята, которые сильные в нашей группе, им уже тяжело становится, и они сами начинают выпадать. В силу того, что у нас вчера, например, была жесткая работа, и мы сегодня вышли потрусить спокойно, да, восстановиться. А тут какой-то левый чувак и начинает топить, и топить. Они ему под затыльник дают, блин, говорят, ты что творишь, блин? Он тебя скорее сбросит, чем ты его. И... Ну, такие примеры бывают. Потом на работах тоже, там, парень, парни молодые пристыковывались, им, например, меньше бежать, нам 30 километров, например, а этим 20 километров. И они вот просто начинают топить. Тренер дал установку бежать, там, грубо говоря, по 3.30, а эти по 3.15 топят и топят. И вот тоже там тренер потом подъезжает и говорит, блин, вы тут сейчас сойдете, а этим еще 10 километров сбежать. Ну, то есть в некоторых местах они останавливают, но чаще все это из-под контроля выходит, и ты начинаешь просто рубиться там последние 5 километров, кому-то доказываешь что-то. Ну, то есть это же плохо для твоей формы, ты же так можешь надорваться. Ну, да, я нечасто в такие... Вот к вопросу, который Леша задал относительно тренера, ну, то есть он же с тобой не присутствует на вот подобного рода... Присутствует. А, присутствует. Машина рядом всегда едет, там, несколько тренеров. Нет, просто мне показалось, что ты сказал, что... Нет, местный тренер просто. А, ну, бывают такие ситуации... Я про твоего конкретно тренера, который... Вот как он относится к ситуациям, в которых, ну, действительно, там, может быть, ты сделал не то, что было тебе, собственно... Да нет, мы с ним обговариваем такие общие, знаешь, планы действий, да, но он знает, что я опытный спортсмен и знаю, что творю. Ты чувствуешь уже себя... Да, он уже не беспокоится за меня, как бы. Его главная задача, как бы, меня направить в нужное русло, чтобы, там, к определенному старту готовиться, например, к чемпионату России, а не, там, условно, к другому пробегу. Да, то есть общие, оговариваются некие контуры. Да, да. Да, а дальше... Куда самолет должен лететь. Да, ты дальше уже, с учетом своего опыта, двигаешься, исходя из такого большого ресурса человеческого. Но мне интереснее, опять-таки, вернуться к тому, что нас смотрит огромное количество людей, которые делают первые шаги, может быть, или считают, что делают первые шаги, и для них всегда вот эта тема с Кеней, она периодически будоражит. То есть человеку, который, опять-таки, бегает сравнительно медленно, он тоже, в принципе, может поехать в Кению и тоже найдет что-то для себя. Да, точно. И будет у него прогресс. Ну, думаю, да. То есть это прогресс из-за того, что микс условий и огромное количество людей, бегающих... Да, да. Определенно у него не будет соблазнов там сходить в пиццерию, в кинотеатр или на какую-то вечеринку, и он просто погрузится в тренировочный процесс, и эта систематичность, она повлияет на результаты. Ну, давай вот тоже по конкретике, да, вот Леша, Таш, я, мы, в общем, у нас там есть большая амбициозная задача, рано или поздно выйти на марафоне из трех, например. Вот поездка в Кению может этому поспособствовать качественно? Да. И когда нам туда лучше поехать? Вам бы, я бы, наверное, порекомендовал предварительно, например, съездить в Киргизию на какой-то короткий период. На медобследование. Начать с Киргизии, например, да, и после уже поехать в Кению, и там определенный уже ключевой можно период подготовки выполнить, который... За какое время нужно вернуться, или за какое время нужно поехать в Кению, потому что все-таки, опять же, есть такое понятие, как климатизация, плюс спуск с горы и все такое. Ну, в основном, конечно, рекомендуют за три недели. То есть за три недели до старта ты возвращаешься из Кении, пробыв там, предположим, месяц, и тебе это что-то дало, правильно? Да. Ну, не что-то, а победу на чемпионате России. А можно просто приехать и, например, на десятый день пробежать. Ты спустился с горы, более-менее насытился кислородом, вот это свое кислородное голодание восполнил, и вот на этих мышцах, да. Здесь просто есть один такой маленький нюанс. Дело в том, что ребята, которые там занимаются сейчас, ну, там, любители начинают заниматься бегом, они могут очень буквально понять вот это приглашение в Кению и прокачать себя. Потому что, ну, в любом случае нужно прекрасно понимать, что ты можешь поехать неготовым туда, и там надорваться, и тогда это вообще никуда не пойдет. Да, конечно, это надо с умом, и не так, чтобы прилетать. Леша, ну, мы же поговорили, что там есть и ребята, которые бегают очень медленно, которые приезжают. Я о другом хотел сказать, что в любом случае, отправляясь в такую поездку, если ты не ездил до этого, и у тебя нету тренера, предположим, ехать в надежде, что тебя там кто-то подберет и сделает из тебя за три недели бегуна, скорее всего, мне кажется, это такая, типа, так себе затея, да? Да, да. В истории любителя, и вот если сравнивать любителя и профессионала, да, тренер и роль тренера на вот этих двух типах, да, если для профессионала тренера нужен, как его, чтобы под жопу его пинул, чтобы наоборот вот эту лень выгонял, то в случае любителя тренер, наоборот, должен сдерживать его прыть, потому что некоторые прям готовы убиться на каждой тренировке. Да, потому что видишь, вокруг тебя люди носятся быстро, ну, нет, серьезно, посмотри, ты когда бежишь, вот мы втроем тогда побегали быстро, чувствуешь, что, в принципе, ты бы не бежал, но из-за того, что тащит впереди кто-то, ты встраиваешься, и тебе как бы легко бежать, только потом понимаешь, что ты не ту тренировку сделал, и сидишься корешком. Полегче. Здесь то же самое получается, ты же постоянно, ну, провоцируешься какими-то там бегунами пробегающими, потому что это дико красиво, и хочется встать в этот автобус, ну, хоть 30 секунд хотя бы простоять. Мы делали там модерейт, типа средний такой темп, и не длительный, и не работа, как бы, и наша задача была 30 километров пробежать, и, в общем, мы бежим, 15 километров пробежали, разворачиваемся назад, и нас какая-то группа, которая длительная бежала, догоняет, и так плавно уходит. Мы бежали в темпе где-то 3.25. Блин, эти уходят, уходят. Блин, и все, вот наша группа начинает... Плакать. Догонять. Да, сначала догонять, потом обгонять, потом все между собой зарубаться, там, в итоге я плюнул, я потому что бегу, смотрю, уже темп 3.15. Ну, куда, блин, это не работа у нас, они, смотрю, уходят, 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 финиширую, короче, один блюет там в кустах, другой на коленках что-то ползает. Я говорю, вы что творите, вы дураки что ли? Стефан, мы, Рената, Тим, мы не можем проигрывать никому. Ну, вот я о чем-то не говорю, что ты по... Ну, я представляю, там, ребята, они все прокачаны уже и акклиматизировались, а мы приедем, так же зарубимся в первые 3 дня, и потом похороны там, кстати, дорого, Таш, не в курсе. Ну, что ж, друзья. Тяжело акклиматизироваться в Кении для работы. Сколько нужно закладывать времени? Я думаю, чтобы, если акклиматизацию, в моем понимании акклиматизацию, я имею в виду, когда я смогу уже зарубаться с самими кенийцами там на работах, это, наверное, только после месяца. До этого ты ничего адекватного не можешь делать. После месяца? Да. То есть вот ты как атлет подготовленный, который много раз ездил на все эти сборы. Чтобы акклиматизироваться до такой степени, чтобы уже... Работу делать. Как... Работы делать, как кенийцы и... И где-то... Ну, надо... Не даст соврать. Маэстро. Рекаври там великолепно. Экология чистая. Продукты питания. Манго. Сезон манго. Сезон. Уважаю, манго. Там январь, февраль – это манго, который я в своей жизни нигде не ел такого манго. Как на Украине. На Украине и там. Там, да. Вот подожди, тогда, получается, сейчас ты меня запутал. Запутал. Значит, ты акклиматизируешься месяц, а что мне туда на три недели делать? Посмотреть, как ты почти акклиматизировался? Ты юмор, не забывай. Ты свой эффект получишь вполне из-за три недели. В самолете. То есть эффект получишь в подъезде сегодня. А, то есть, я понял, моя тренировка в Кении – это приехать, купить фенечку, не умереть, вернуться домой, да? Да, зато ты приедешь, будешь всем показывать, что ты на фенечке. Нет, если ты приедешь, это же все относительно собственного уровня подготовки. Если ты приедешь туда и хотя бы выполнишь относительно своего уровня нормальные две-три работы за все три недели, это уже будет. Две-три работы? Да. Это уже будет супер. Остальное тебе там достаточно просто спокойно бегать, холмы там всю работу сделают за тебя. Ну, какая-то есть аромагия в этом, да? Вот в кенийском… Аромагия. Ну, вот что-то вот прям хочется туда. Не знаю, что там делать. Ничего там делать не нужно. Мне сейчас кажется, Кения – это уже такая заигранная история. Еще как заигранная. За шквар, да? Ну, не за шквар, но как бы, блин, у нас не найдешь группы, как там. Вот это в первую очередь меня тянет. А не то, что там… Почему группы? Вот Дайхарт, например. Ну, нет, это не то. Не то, да? А нужна такая группа, с которой ты от начала до конца подготовку ведешь. А не один раз побегал, а потом лечишься. Да, потому что на одной тренировке ты хоть с кем можешь там поделать. А вот всю подготовку проделать мало. И этим хороша Кения. Да. Ну, хорошо, Кения, получается, что в месяц для того, чтобы там потренироваться, нужно порядка 600 долларов. Месяц, да, наверное. Тысяча, мы считаем. То есть там дорога больше половины съест. А, дорога будет стоить где-то порядка 30 тысяч. 40. 40, туда-братно. Катаром, лететь или Катаром, или турецкими, там недешевые авиалинии. Хотя направление не столь популярное, поэтому... То есть получается в общей сложности с билетами где-то 80 тысяч рублей? Да, наверное. Это чуть-чуть дороже, чем Киргизия? Да, ну, значительно дороже. Ну, если не брать женщину. Значительно. Если дороже, значит, чем Киргизия. Дороже? В Кении это суперский массаж. И дешевый, и, блин, и топовый просто массаж будет. Но бань нету. Бань нету? Да. А сколько стоит массаж? Наш массажер... Тысячу бобов? Нет, 400. 400 бобов? По-божески, да. Бобы или шиллинги? Мы, конечно, поговорили. Бобсы. Шиллинги. Шиллинги это бобсы? В рублях сколько? Давайте в рублях лучше. Или в долларах хотя бы. Просто в бобах мы не очень... Блин, 400, это 4 доллара, да? 4 доллара. Обязательно так и есть. 4 доллара массаж. Сколько минут? Блин, он где-то 2 часа минимум. 2 часа? Да. Еще ты сейчас, кажется, с хиппи-эндом, и мы сейчас по уедем. Это только ноги. И ты уже в какой-то момент... 2 часа это только ноги. Готов. А потом он переходит на верхнюю часть. В какой-то момент ты хочешь, чтобы он на тебе женился, да? Нет, нет. В какой-то момент ты готов доплатить, чтобы он просто закончил уже. И сколько таких же массажей ты выдерживаешь в неделю? Ну, доходило до того, что я 5 раз в неделю массировался. А чувствуется, да, вот этот эффект этого массажа? Да, конечно. Блин, потому что на фоне нагрузки массаж это просто спасение. Магний, манго, массаж. Все на М. М-м-м. Да. М-м-м. Это столбы восстановления. Мы, собственно говоря, подошли к самому романтичному, к самому интересному, к тому, что приковывало внимание тысяч бегунов к твоим сториз. Потому что ты успел каким-то великолепным чудом, усилием Яны, там, не знаю, Яна, годы лет 15, с учетом того заказка, скурпулезности японцев готовила твой выезд туда попадания. Ты оказался в японской команде. Любительской? Нет, профессиональной. Профессиональной. А там есть отличия любительской и профессиональной беговой команды? Наверное, Япония – это как раз в этом месте наибольшая размытость границ между профессионалами и любителями. Почему? Даже вот та профессиональная команда, в которой я тренировался, тренировался я в корпоративной команде «Кони Каминолт». То есть завод, там, вот этот, производитель. И они держат при себе спортивную команду по бегу, которые между тренировками ходят на завод и работают. Они, пускай они не полный график там выдерживают, но все равно там больше 80% времени они работают. И как их назвать профессиональными? Степ, а это что-то попахивает Советским Союзом, да? Заводская футбольная команда, да? Вроде все там заводы, а на работе их никто не видел. То есть для каждого… Не-не, те прямо официально все четко ходили. То есть, но при этом для каждого предприятия наличие у себя беговой команды – это важный элемент. Это престижно, это очень круто. Там, допустим, в каждом районе есть какой-то завод, и этот район знает, что вот такие-то бегуны у этого завода, и они там на соревнования выходят с флажками, там, болеют. Я, кстати, смотрел в один из выпусков «Синогазеты имени товарища Префонтейна». Там рассказывалось, что у японцев есть корпоративная лига легкой атлетики, правильно? Что вот эти вот команды, которые от заводов, они соревнуются у себя вот в этой вот всей… В лиге. В этой лиге, да. Да, это не только есть, получается, корпоративная, есть студенческая еще. И они до того дошли, что, ну, наверное, они используют свои преимущества, преимущества своей нации. То, что они дико выносливые, да, и им недостаточно там какой-то 5000 метров там и меньше. Они довели свои соревнования, эстафету и кеден, до того, что там этапы у них 21 километр, там, около 20 километров. Подожди, ты еще скажи, там же особая эстафета. Да. Там они же передают… Седайки Дэна, ленточку. Ленточку. Кстати, у компании, одной компании, Трэк Смит, может быть, у нас такой крутой партнер у этой передачи, что позволяет назвать другие бренды. У Трэк Смит вышла коллекция, которая из себя представляет майку, шорты и эту ленточку. И эта ленточка является, по сути дела… Эстафетной палочкой. Эстафетной палочкой. Дико красивая тема. И дико японская. Ну, на московском марафоне, кстати, бегут тоже с ленточкой. Это вот не та же самая… Это придумано именно на московском марафоне, как ты понимаешь, и перешло в японскую культуру. Нет, я понимаю, но это просто… Мне казалось, что это выпускной вечер какой-то, на ленточках бегают. Ну, это… Ну, как бы, меня это удивило. Я не понимаю, это как бы, это оттуда пошло, и это такая, как бы, традиция беговая, что ли, получается. Да, ну, блин, это настолько круто. И мне кажется, вот эту тему надо раскачивать, когда корпоративные команды зарубаются между собой, условно, там, ВТБ берет и кидает там перчатку Сбербанку. Изи вообще. Да, мои… Как человек, который работает в ВТБ. Можешь какой накинуть. У нас, кстати, недавно образовалась корпоративная команда, и она… Вот, знаешь, мой вопрос следующий. Вот наша корпоративная команда, да, она все-таки собирается по принципу, вот я люблю бегать, я работаю в компании. И вот ты, как бы, начинаешь себя ассоциировать и, как бы, там, быть участником этого клуба. А вот там, может ли быть, учитывая то, что это профессиональная команда, как ты говоришь, я так понимаю, там супербыстрые бегуны, может ли завод кониками Нолта, где ты тренировался, брать к себе на завод сотрудников, которые являются супербыстрыми бегунами, супербыстрыми ребятами для того, чтобы начать выигрывать, например, корпоративную лигу. Или же, наоборот, они изнутри, как бы, начинают выращивать… Я думаю, начиналось все вот с такой истории, когда там обычные работники, да, бросали перчатку, а потом это настолько переросло, из года в год вот эта конкуренция настолько стала важной и настолько стало важно выиграть эти соревнования, да, что они просто начали селекцию какую-то проводить и брать к себе из студенческой лиги. Потому что такие же соревнования есть между вузами. То есть ты можешь быть непрофессионалом в области сборки фотоаппаратов кониками Нолта, но при этом быть супербыстрым бегуном и получишь рабочие. Ну, они там держат какой-то, наверное, штат или какую-то, знаете, деятельность под таких вот атлетов, которые могут выполнять эту работу. Наверняка в каждом офисе, в каждом заводе есть там спектр услуг или спектр задач, которые может… Вот ты, например, бегаешь в этом. Да, вот… Вот об этом речь, что ли? Нет, вот, например… Для тебя же прыгали в позицию. У тебя вот есть какие-то, например, работники, которые тебе кажется, что можно взять чувака вообще с института… Прикинь, нет. Прикинь, нет. Не верю. Ты дискредитируешь его сейчас в позицию. Я изначально все-таки как проф в своей сфере, а не как человек, который… Я думаю, им не доверяют какой-то сверхважной задачи. Их не все равно. Но степлер перенатасит и переставляет. Не литвей, но два-три года назад победил же в Бостоне японец, который был, работал охранником, не охранником… Он в школе там, заучим или кем-то. Не заучим, у него была позиция чуть ли не этого… Колодовщика. Охранник или колодовщика ровно по этой позиции. Я думаю, что там невозможно, я подозреваю, быть заучим и бегать 300 километров в неделю. Я думаю, что все-таки… Нагрузка профессиональная… Это просто дистанционная работа получается. Кстати говоря, сама тема с вот этими корпоративными зарубами, она безумно интересна. То есть люди просто заводятся, как… Я, исходя из этого, хотел задать вопрос. Правильно ли я тебя понял, что, смотри, американская NCAA студенческие лиги беговые – это трек-н-филд. То есть они на юниорском, на студенческом уровне все это стадионная история. То есть это максимум средней дистанции. А здесь… У них кросс-кантри очень популярен. У японцев. А, нет-нет. Нет, кросс-кантри мы поняли, да. Это трек-н-филд, но не марафоны. Нет. А у японцев это половинка, половинка, да, вот эти пробеги. Блин, ну дико интересно, потому что ты видишь две разные как бы лиги, по сути дела, студенческая и корпоративная, и, блин, они в равной степени интересны. Потому что студентов, там даже вот знаменитые ихники Дэн, там, как он там, с одного города на другой бегут, и они в два дня бегут, получается. Первый день они в город этот забегают, потом отдыхают, ночью ночуют и в обратную сторону. Ой. Надо же сказать, что Экиден называются вот эти соревнования японские, которые прям клеят. И ты смотришь, ну, казалось бы, такая, получается, общая длина дистанции 200 километров, да. И ты думаешь, ну, блин, там на полдня должны растянуться команды, а когда ты по телеку смотришь, они там вообще просто грудь кидают, такая заруба у них, это реально круто. Слушай, ну, а давайте вот зайдем вот в Японию, вот просто мне очень интересно, как вот ты приехал, как тебя приняли, как был твой день. Вот это все, я просто хотел изначально, ты правильно понимаешь, с другой стороны зайти. Ты попал в одну из таких профессиональных команд. Да, да, которая несколько раз была в призах и даже выигрывала вот эти самые престижные. То есть это такое. Заметно. Насколько престижные эти соревнования, чтобы понимать, японцы могут не знать, кто у них там из ихних атлетов бежит на Олимпиаде, да, или выиграл Олимпиаду. А в Якидене все равно. Но зато они могут знать, там, вот этот парень выиграл там третий этап. Ничего себе. Пускай он там не первый передал ленточку, но он быстрее всех свой этап пробежал. Вот это все круто. Там фиксируется, потому что трансляция на таком уровне, что там видят несколько экранчиков, и там видно, там, например, один атлет продвигается, быстрее всех бежит, и вот они показывают, он одного съедает, другого съедает, там, хотя ему до лидеров там вытягали. Но вот локально он что-то решит. Скажи, пожалуйста, вот этот конико Минолта, ты рассказываешь, это такой условный там уровень Манчестер Юнайтед, да, если такая титулованная старая команда. Что это из себя представляет? Это какое-то здание, где они собираются, да, там есть база на территории завода. У них несколько баз, основная база, это которая возле завода, они выстраивают логистику максимально, чтобы ихним атлетам было, они оттренировались, да, и буквально за 10 минут, за 5 минут они дошли до своей работы. Я думаю, они от этого даже выстраивали свою базу. И вот, блин, ну это настолько она, по объему кажется, небольшое здание такое, но там все есть. Там для тренировок все условия есть. Вот, возможно, не совсем идеальные условия для самой тренировки за... Беговой. Да, беговой. На улице. Ну а вот внутри для восстановления, там, зал, массажисты сами туда приходят, тебе не надо куда-то в другой конец Москвы ехать, там, на массаж, потому что там хороший физиотерапевт сам приходит, там, беговая дорожка, вот этот low oxygen room, там вот это есть, где там с недостатком кислорода, типа эффект высокогорье, они получают, периодически тренер говорит, так, ты лёшь, идёшь в low oxygen room. И что я там делаю? И бегаешь там полчаса или 40 минут на дорожке. Либо велосипед там крутишь, там включается, тебе выставляется высота над уровнем моря, к примеру, она сопоставима, там, 3000 метров, и ты вот в это... Как тебя думают? И включают Стаса Михайлова. Да, и сколько раз ты был в такой комнате? Я там небольшое повреждение получил, и мне вот закидывали меня туда, периодически. Повреждение? Ну, я на одной из тренировок умудрился икроножную мышцу чуть-чуть... Тянуть? Да. И вот у меня там физиотерапевт подключился, я, в общем, в полной мере прочувствовал, как тренироваться в Японии, потому что я зацепил даже, как они лечат вот эти всякие травмы. И как? Расскажи. Подождите, давайте начнем с... Ты вот приехал. Можно расскажет человеку, как травмы лечат сразу, а не потом? Мы еще вернемся к тому, к травму. Так вот от такого исхода не ожидал никто. Очень выносливые ребята, вот ясно. Ну, получается, когда я... Там физиотерапевт, да, свой приезжает, все резко. Да, они посмотрели у меня, ну... Кто они? Физиотерапевт и тренер. А, ты пришел врач, врач и тренер. Да, они посмотрели, что вроде не сильно серьезно, но требует восстановления. Меня полностью исключили из бега, там вот эти мои желания. Блин, вроде не болит. Можно я попробую побегать? Нет. Давай ты там четыре дня вообще полностью не бегай. Мне, то есть, запретили бегать. Меня отправили в зал делать там упражнения УФП на... Прямо на износ какие-то упражнения, там, например, присед или там еще было на тренажерах. А ты сейчас их применяешь? То, что тебе... Там что-то для тебя новое. Сейчас у нас залы закрыты. Я понимаю, нет. Из того, что ты видел, там, из того, что тебе давали по УФП, что-то у тебя отложилось? Там суть была даже не в тех упражнениях, которые они давали, а смысл в том, чтобы... Довести организм до такого состояния, чтобы у тебя он, как бы, начал гормон роста вырабатывать. И из-за этого гормона роста идет, улучшается заживление. Вот этот нюанс. Потом массажи, там, какие-то специфичные массажи, я бы так сказал. Какие? Блин, но я бы сказал, мне не хватает такого массажа. После кенийского массажа, там, во-первых, ты в штанах, там, тебя мнут как-то, ну, специфично там. Было непривычно. Ну, не знаю. Вроде залечил. Теперь давай. Мой вопрос. Самураи видел? Нет, вопрос. Вот, ну, ты пролетел туда, тебя встретили. Ты встретили на японской машине. Привезли куда? В гостиницу. Там ценовка. И что? Как все было? Расскажи. Вот нам это интересно. Блин, там куча согласований, да. Меня в определенный день они ждали. Я приехал на день раньше. Должно было произойти официальная передача, там, Степы условного. Там представитель ASICS глобальный привел меня к локальному ASICS, который передал уже в лагерь. То есть не просто так я пришел и начал долбиться в этот «Коннику Минволта». Нет, там вот это все официальная передача, как из рук в руки. Как прямо ленточка. Да, да. Там вот эти все, ну, официальные приветствия. Ручил какой-нибудь одно. Почувствовался, выпил. Да, немного, да. То есть вот, подожди, а то есть вот это все там... Все четко. Там невозможно такое, чтобы кто-то со стороны пришел, блин. И давайте, можно я с вами, да, в Кении вот там, можно я с вами потренируюсь? Да, без проблем. А там нет, там такого. И я даже думаю, что очень проблемно каким-то европейцам попасть в японскую имя, что профессиональную группу тренироваться. Вот классно. Ты вот сейчас мы все это заснимем, и будет интересно... Надо камеру взять. Скажи, пожалуйста, а вот иерархия, тренер... Во, во, это отдельная история, которая... Давай рассказывай. Да, если у тебя какой-то вопрос возник, там, например, использовать, там... Ну, к примеру, например, я хочу использовать low oxygen room, например, да? Ты спрашиваешь, там, у одного человека, можно я вот там побегаю? Он тебе не может сказать, там, да или нет. А что он говорит? Он говорит, не знаю, я узнаю. И ушел. То есть он не может сказать нет, не да. Он должен спросить разрешение, кто повыше его по иерархии. Тот, кто выше его по иерархии, спросит там выше. И такое чувство... И так для Кобуаба, да? Для пример-министра. Да, министра. И потом в обратную сторону. Может быть, они, как бы, это разные специалисты из разных сфер, и они, как бы, собирают вот эти вот факторы, которые могут повлиять. Возможно. Ну, это я, к примеру, сказал. Это касалось, там, например... Чего же касалось? Ну, то, что я... Они на обед меня звали, как бы, да? Типа, пойдем, мы тебя отвезем на обед. Я говорю, блин, я не хочу сейчас обедать. У меня там нога немного болит, я не буду на обед ходить. И вот это пошло. Типа, 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 типа. И они потом тебе удивление через пару часов. Что, серьезно не ходишь с нами? Хорошо. Смотри, ты приехал, тебя представили команде, да? У них какой-то был интерес, то есть, они какого-то инопланетяне? У них сначала испуг, потому что они по-английски не очень разговаривают, и, соответственно, им надо было какое-то время понять, как с ним общаться вообще. Это ребята из команды? Да, да, да. Но это все быстро прошло, потому что я достаточно простой парень, не боюсь выглядеть там дурачком каким-то, да? И пару тренировок прошло, где мы там подышали вместе, так скажем, покряхтели, пострадали, и все, вот это бег все-таки сближает. И потом уже мы спокойно со всеми общались там. Там у них даже в беговой команде есть капитан, и выше капитана есть играющий тренер. И вот это все контроль, даже вот там иерархия есть. Ты бежишь банально на тренировке, и если капитан сказал так бежать, да, или условно он контролирует темп, то другие вообще вперед не выходят. Никто быстрее не бежит. В Кении, если там безумцы, там, паш полетел, блин, а то там полная четкая иерархия. То есть Кения раздолбайствовала, в Японии предельная четкость. Но в Японии был один раздолбай, с которым мы особенно там хорошо общались, который ему вот это не хватало, жилки. С работы. Да, живет регулярно. И когда я приехал, мы с ним начали общаться. «А, хорошо, что ты делал. Я тут страдаю. Они даже в гости друг к другу не ходят». Не ходят? Да, у них так не особо принято. То есть даже в команде нет никакого вот этого сплочения, чтобы они были там внутренние. То есть их вся коммуникация строится исключительно посредством тренировочного процесса. И вот эта иерархия их как бы вынуждает. Это капитан назначенный, и все. А капитан назначенный — это типа самый быстрый? Ну, как правило, да, наверное. То есть это является аргументом? Ну, у Гачи, раньше был у Гачи другой, который стал нынче играющим тренером. Он мне сказал, что еще как бы поначалу результат влияет, да, если назначили капитана. Но потом, если он помимо результата смотрит его качество лидера, как он справляется. То есть вводным является то, чтобы у тебя были какие-то определенные способности, а дальше уже ты должен себя реализовывать как лидер. Да, да. И вот этот Гачи был раньше капитаном, потом он стал играющим тренером. Его основные обязанности, когда, например, при мне даже было три стажера пришли в группу, и они на всех тренировках вот как бы бегали, и к ним присматривались, как они тянут они для попадания в команду. Ну, наверное, как в футболе, да, стажеры же бывают. И вот этот играющий тренер, он как бы должен обеспечить, проследить, по крайней мере, чтобы это вливание в команду было постепенно. Преемственность поколения. Скажи, при этом, как там, пресловутые, известные на весь мир японские технологии? То есть как это происходит, исследования метаданами, как они собирают, то есть все пульсометры объединены в единую систему, как они отслеживают, как они собирают сбор информации. У них вроде как есть в определенные моменты там тесты, да, проводятся. Я просто не попал в тот период, когда тесты... Локтат они не меряют? Локтат не мерили. Ну, может быть, и мерили просто в этот промежуток времени. Ну же, а в команде все равно же пользуются гаджетами, очевидно, замеряют тренировки и так далее. Бегают они с часами какими-то? Да, да. С какими? С кониками. Минолта. Кониками Минолта. Подожди, то есть, нет, этот вопрос очень интересен. А там нету аналитического центра, не было? То есть вот все вот говорящие там о Бауэрмане или о других школах, клубах беговых и так далее и тому подобное, говорят в первую очередь о способности переваривать огромный массив метаданных, которые собираются. То есть на научном уровне команды исследуются, атлеты, их реакции, их на определенные нагрузки, их степень восстановления и так далее и тому подобное. Более того, мы свидетели того, как один из производителей этих самых гаджетов, ВУП, сделал партнерское соглашение с одной из известных беговых команд, которая, собственно говоря, будет исследовать их и делиться метаданами, изучать. А там ты ничего подобного не заметил. Ну, там есть, конечно, определенные анализы, все-таки там таблица была, да, кто в какое время там сдает там анализы. Но все-таки я бы не сказал, что они опираются на эти все данные. То есть олдскул, да? По стариночке? У них главный тренер – это прожженный такой бегун, знаменитый боец Экидена, опять же Экидена, не Олимпиада там какой-то. И он руководителем, и все-таки он опирается на свой опыт, не на теорию, там, не на какие-то цифры, а вот просто на свой глаз. Может быть, поэтому все хорошо, а вот в мире как бы японцы не сильно ее выигрывают. Есть по этому причину? Ну, не знаю. Ну, если даже взять Рената Канова, то он тоже не опирается на вот эти все цифры. Иногда думается, а может быть, за этими цифрами эти цифры служат только для того, чтобы прикрыть какие-то другие действия. То есть ты тоже, да, не особо так открыт к новым технологиям? Не, я открыт, но как бы все равно их надо пропускать через призму собственного опыта. И что-то работает, где-то большие погрешности. Где большие погрешности? Расскажи, пожалуйста. Ну, тут же даже GPS там иногда может запасть. Да хрен с ним, с GPS. Вопрос относительно твоего переваривания тобой нагрузок. То есть ты, не знаю, наверное, сопоставляешь с тем, как у тебя высвечивается или не сопоставляешь? Или у тебя внутренняя какая-то... Вот на сборах мы сдаем, например, биохимию, да, но, блин, чаще всего ты видишь какие-то стандартные цифры. Смотри, я попробую перевести, если я правильно понял твой вопрос. Есть данные по каждому бегуну, есть данные по тренировкам, да, и то, как кто переваривает, то, как тренируется. И эти данные нужно анализировать. То есть их надо куда-то сливать, их надо каким-то образом, значит, понимать причинно-следственной связи. Вот правильно я понял твой вопрос? Более того, сейчас весь профессиональный спорт, ну, в первую очередь, его основные, так сказать, движущие вперед, да, это, например, мы возьмем сокер, футбол. Вот все вот эти на глазок тренеры, они уходят в прошлое, и приходит волна молодых тренеров, которые основываются на XG, на данных, на сборе информации и так далее. Чуть раньше в бейсболе была тема с маниболом, да, когда просчет, математическая формула подбора игроков может привести к каким-то определенным результатам, если это выверенный подход. Сейчас, повторюсь, сокер, весь практически футбол, это цифры. То есть, грубо говоря, метрики игроков, их сопоставление, реакция, и самое главное, если мы говорим о матче, матче через третий день, то, естественно, рекавери. Более того, есть пресловутая история относительно того, что одним из первых в авангарде всей этой истории находящихся Челси подбирал футболистов при первом приходе Мауринио не под специфику, ту или иную под позицию, а под степень восстановления, под те или иные нагрузки. Нужны были футболисты, которые лучше восстанавливаются в большей степени, чем условно активно взаимодействуют. То есть, вот эта операция, метод данными является сейчас движущей для огромного количества видов спорта, в том числе из того, что мы видим, читаем, например, в американских беговых историях. Там они очень серьезно к этому относятся, и любопытно, как это все сталкивается с архаикой. Да, и с темами, которые существуют в каких-то таких, знаешь, массивах традиционности, традиционализма, которые присутствуют, безусловно, в Японии, в которой страна существует исключительно, соткана из традиций. Ну да, возможно, надо было рассчитывать на то, что там супер какие-то измерители будет, супераналитика, но я такого не заметил. А может так быть, что, может быть, именно в этот период именно от тебя, как от постороннего, скрыли вот эту вот часть тренировочного процесса? Вполне, вполне. Не, ну а что, ну, посмотришь, как бы это же все-таки такая штука, которая... Впием. Секрет? Ну, конечно же. Ну, не все делятся своими фишечками. Ну, мне кажется, это проблемно, потому что атлет вливается, он общается с другими, а я там кучу вопросов задавал, кучу раз спрашиваю. Все отвечали с удовольствием? Ну, да. В принципе, я, ну, у них есть еще лагерь, который на относительно высокогорье, ну, там, как Кисловодску. Ты был там? Нет, не был, но они туда едут, когда, особенно, жара у них в Японии. Поднимаются туда, спасаются от жары. Скажи, а ты далеко жил от тренировочной базы? От той. Ну, вот ты приезжал каждый день тренироваться, правильно? Нет, я там внутри жил. А, прям внутри жил? И во сколько начинались тренировки? Ну, мы начинали где-то в 6 утра. Ты просыпаешься в 5.40, там, 5.50, у тебя четкий сбор. У них типа плац такой внутри лагеря. Там делаешь определенные упражнения, и просто такие двери распахиваются, и толпа выбегает как бы на улице. Натощак. Да. И полетели по городу просто сразу со старта там на 3.40, 3.50 скорости. И сколько вы бежите? И вот это светофоры бесконечные, повороты, там, улочки узкие, ты не видишь вообще. Вот я один раз отстал, и я все, не знаю, где вечер. Я потом по GPS-у включал, чтобы карту конечную... То есть тебя никто не ждет, если ты опоздал, если ты не успеваешь, значит, ты добрый вечер. Так, окей, хорошо. И сколько длится такая пробежка? Где-то час. Вы прибегаете обратно, опять на плац, и тянутся. Да. Тянитесь, они дальше идут на работу. Немного там, так, просто потянулись чуть-чуть. Кто в зал, если хочет, по желанию, там, кому-то говорят, тебе в зал, например, идти, физиотерапевт там, например, ждет. Он, физиотерапевт, в определенный день работает там максимум с двумя людьми, но это очень долго он работает, он там по 4 часа с каждым работает. Они потом... Они, например, вот, был парень, который тренировался, и ему запретили стартовать весь сезон из-за того, что у него обнаружили дисбаланс, мышечный дисбаланс. У него, видимо, какая-то была проблема, и он начал хромать, как бы через боль бегать, и у него образовался какой-то дисбаланс, и ему сказали, пока вот не выправиться все, сезон пропускаешь. И физиотерапевт с ним занимается там все это. У тебя было сколько тренировок в день? Две тренировки в день. И вечером вторая, да? Вечером они уходили в офис после завтрака, приходили с офиса где-то в 2 часа. У нас в 2.30, по-моему, был сбор в зале. Мы начинали тренировку в спортзале. Там упражнения, кто что, роллы, растяжка, статика, по кругу, по тренажеру проходим. И где-то в 4.30, в 5 выходим на вторую тренировку. Опять двери открываются, и опять светофоры. Да, там уже более свободно. Могут по отдельности народ бежать. Когда работу делаем, то мы на завтрак шли. И в 9 часов, например, выезжали на стадион. На стадионе уже там все вместе работу делали. Сколько ты в итоге пробовал в этом лагере? Так, ну там около трех недель, по-моему, что-то такое. Ты почувствовал, что ты прибавил в чем-то? Ну там высоты нету. Как бы я больше узнала, что это новое. Плюс у меня еще все-таки травма там возникла. Ну вот из того, что ты там побыл, вот сейчас, если бы тебя спросили. Поехал бы, нет? Нет. Другой вопрос. Скажи вот три-четыре суперинтересные вещи, которые для тебя были полезными в Японии. То, что, например, зал они используют до бега, ОФП. То есть вот это и в некоторой степени есть логика в этом. Второе, наверное, вот как они травмы лечат, какую-то мелкую болячку там тоже. Это не просто физиолечение, а вплоть до того, что должен ОФП какой-то делать, физическую работу, чтобы запустить внутри процессы. То есть они ответственно относятся даже к легким болячкам, которые, по сути, могут потом перерасти в проблему серьезную, да? Купируются вначале. А, еще был момент, то, что они специально заставляли по раздельности, раздельно бегать бегунов, чтобы нервная система немного отдыхала. Они постоянно в группе, например, да, а в определенные дни специально отдельно. Бежишь соло? Да, да. Чтобы у тебя голова отдохнула, чтобы нервная система как бы успокоилась, не будораживать. Не разгоняться. А, кстати, к тебе вопрос. Ты как относишься к групповому бегу? Тебе нравится или ты индивидуально будешь... Мне нравится групповый. Я вообще прям топлю за то, чтобы мы бегуны объединялись и вместе прогрессировали, да? В одном ключе все двигались. Но периодически, в любом случае, нужно отдыхать друг от друга. И надо иногда бегать раздельно. Так как бы вполне нормально. А вот питание. Ты питался чем? Суси? Макал? Да, все их еду. Рисик? Рисы и рыба? Да, да. Мне вообще заходят их еду. Это прям... Я кайфовал там. Рис и рыба, да? Да, рис и рыба. Рыба. То есть они едят постоянно. А вот ты мне сказал бы, что натощак. Кенийцы тоже, да? Ну, кенийцы-то что? У них и вся жизнь практически натощак. А вот для меня вот эта странная тема, что японцы тоже первая тренировка натощак. Ну, с рыбой внутри бегать тяжело. Я уже в нескольких местах натыкаюсь на то, что ноги натощак бегают и рано утром. Блин, я так люблю поспать. Ну, че они все на экраны бегают? Слушай, а те, кто были в лагере, собственно, вот профессиональные бегуны из команды Коника Минолта бежали, и они соревновали, ну, в частности, марафон. Вот, как раз капитан наш бежал в токийский марафон. Он был хороший. То есть он был со стали элиты, и, собственно, вот это вот ограниченное количество людей попало в этот список. Да. Он это... В сотку вошел? Какой он? Получается, если так забегая вперед, то он где-то пробежал по личным результатам. По личным результатам, 2-0-7 он пробежал марафон. Там какая-то удивительная история была. Я следил, я все твои истории смотрел по два раза. Вот, некоторые даже по три. Удивительная история по поводу того, что на, собственно, токийском марафоне, на последнем, огромное количество людей финишировало просто каким-то адовым результатом. Да, все. Просто, ну... Я спрашивал, я как бы по тренировкам видел, их форму, да, и я не скажу, что российский лёгкоатлет прям сильно уступает японскому бегуну. Блин, но когда видишь протокол, там небо и земля. И я спрашиваю, я не выдержал, спрашиваю, блин, почему вы так быстро бежите? Там из 2-11, да, огромное количество людей? Там что-то не реально там, я уже забыл цифры, но 15 человек, что-то там быстрее двух, десяти. Десяти же, а, ну, так сказать, там какой-то дурдом. Чисто японцев не имеют. Нас просто убьют, если мы не пробежим, да, из двух десяти. И как бы вот они описывали очищение внутри забега, когда ты условную половинку бежишь, и тебе стало тяжело, да, в кризисный момент, например, 15-17 километр, и ты вроде бы готов сдаться, да, но ты видишь боковым зрением тут какой-то чувак помирает, там кто-то, блин, и еще и в спину. Всем тяжело. Да, всем тяжело, и ты кого-то обгоняешь, кто-то тебя обгоняет, и ты вот как бы в потоке просто, и ты идешь, 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 и будешь. Потом, а хоп, просто видишь сифру час-нули-одна. Так вот, а у нас, блин, стартанул, и все. Я один. Да. И я, у меня мечта такая, просто поехать в Японию, не с целью даже тренироваться, там, а вот все хорошо подготовиться, в горы съездить, там, быть в хорошей форме, и стартовать между туда ехать в Японию. А, пробежать, да, что-то японское? Да, просто в эту реку попасть внутрь, и вот просто не думать о времени, о результате, ты просто в пылу борьбы так пробежать и делаешь. Просто побегать с большим количеством людей, которые твоего уровня бегают. Да, да. Или лучше. Вот этого не хватает, я так понимаю, в России, да? Ну, нету группы, значит, нету прогресса. То есть, собственно говоря, основная тема, к чему мы пришли, то есть по-разному, кенийцы ли, японцы, с разной степенью своего представления, это все-таки группа. Да. И бег, марафон, это все-таки коллективная мероприятия. Это массовость, массовость. При всей своей, на первый взгляд, кажущейся теме, один наушники, парк и все такое, но прогресс жиждится на вот этом понятии ощущений плеча и соперничества перманентного не только раз в неделю, но и, собственно говоря, на протяжении всего тренировочного процесса. Но осталось... Но в мире-то японцы проигрывают, да, африканцам, получается? За пределами Японии, получается? Почему? Наверное, они все-таки прикованы к своему питанию, к своему климату, им достаточно проблематично акклиматизируется в другой стране. Я их говорю, давайте поехали в Кирвизию, в России куча гор, которые, блин, можно спокойно вам приехать, тренироваться. Они, блин, а язык там, блин, не переживайте. Все у нас на японском говорят. Ну, как бы, можно устроить сбор, как бы, вы не будете потеряны. Но нет у них боязни определенных. Интересная тема, конечно, представление о внутренних каких-то темах, каких-то национальных особенностях через призму бега. Любопытно. Скажи, пожалуйста, еще ты там был, как бы, со стороны Асикс, кониками ноута бегает в Асикс, да? То есть это там, из того, что ты рассказываешь, из ощущения популярности всего, это и война за спонсорство крутых команд, да? То есть кониками ноута поддерживается Асикс, а это команда Асикс. И, насколько я понял, Асикс очень внимательно, да, к этому относится, во всяком случае, у себя. Ну, да, да. Они несколько команд поддерживают. Там и другие бренды есть, как бы, но... Вот за эту корпоративную тематику, потому что к этой теме прикованы массы, медиа прикованы, соответственно, и людей много смотрят эти соревнования. Поэтому выбраны всем, как и корпорациям, так и атлетам, участвовать в этом. Ну, блин, мне интересно, дойдет ли у нас когда-нибудь бег до такого уровня, что... Я уверен, что дойдет. ВТБ, да, уверен, да, уверен, что дойдет. Взяли такого серьезного спортсмена. ВТБ-шкин. Но это, получается, надо выстраивать и в медиапространстве, создавать площадку и... Ну, во-первых, мы сейчас этим занимаемся. А если брать ваш медийный опыт, как бы вы могли раскрутить определенные соревнования? Чего не хватает? Да всего хватает. Вот тебе пример нашего хорошего товарища Леша Лихарева, который, по сути дела, втопил за зеленоградский забег, и он становится популярным. Мне кажется, в России вот тема таких так называемых, да, независимых, там, определение этому очень трудно дать, это таких крафтовых забегов, да, когда группа единомышленников у себя на районе или вокруг своей тусовки бегут какие-то забеги. И мне кажется, вот это первые шаги к такой системной популяризации, когда в одном комьюнити людей, в основном бегающих в одном темпе, да, создается какая-то еще игра, да, забег, и позволяющая налаживать отношения. Потому что групповой, как ты говоришь, и любишь бег, возможно, если возникнет какой-то интерес. Да. А интерес возникает там, где есть драматургия, где есть борьба, а есть борьба там, где, собственно, есть люди, которые бегают и готовы участвовать в этой борьбе. Просто мне кажется, вот проблема легкоатлетики в том, что это не командный вид спорта, и более он становится зрелищным, если его превратить в командный, привнести командный дух. Ну вот ты сделай команду, ты будешь делать в команду? Вот я видел, у тебя появился YouTube-канал, ты его завел, мы, кстати, с радостью разместим ссылку на твой YouTube-канал, что ты там будешь делать, о чем будешь, какая у тебя концепция? Ну вот банально мы начали с того, что свои соревнования осветили в этом канале. Потом просто будем тренировочные будни выкладывать некоторые фишки, которые могут пригодиться любителям. То есть блог, да, в большинстве? Да, типа того, как наша команда, например, тренируется, где можно уследить прогресс определенных людей. Например, они увидят, так этот чувак пришел, какой-то нулевой, да, потом хоп, смотришь, он растет, растет. Я правильно понимаю, ты команду решил собрать? Да, я хочу собрать команду. Клево. Это, подожди, на фоне того, что ты увидел в Японии? В Кении, в Японии. То есть не зря съехал. Не съехал. Подъехал, съездил. Съехал. Хорошо, что приехал, как говоришь. Хорошо, что не съехал, хорошо. Но в итоге как бы все сводится к тому, чтобы команда зарабатывала, да, чтобы мы существовали, нужны деньги. Получается, а деньги, они должны образовываться с командных соревнований. Курец и лицо. А в России нету командных соревнований. Ну будет. Конечно, все будет. Я думаю, что и придет и к корпоративным лигам, и к всему этому. Это вопрос. Дорогу осилит идущие. В футболе вот любительские вот эти лиги стали более популярны, чем в некоторых случаях даже профессиональные. Их огромное количество. Там вот новая лига объявили, там взносы сумасшедшие уже. То есть это развивается, любительская история. А такое количество бегунов, why not? То есть и это вопрос тоже каких-то первых шагов. Если люди увидят, что все, ну Степа Киселева, своя команда, я не знаю, у кого-то там еще есть своя команда. И это все еще приведет к каким-то соревнованиям рано или поздно, да, чье круче, чье карате круче, мое кунг-фу или твое кунг-фу. Это все вопрос времени. Просто мы очень хотим все быстро, чтобы получилось. А по факту это же только-только-только мы у подножья вот этой самой горы. А вот вопрос такой, смотрите. Есть в Штатах вот команда... Тим... 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 Элайт. Элайт, да. Они вот открытые, да, такие. Ну, не сказать, что прям мощная команда, да, но ихняя сила в том, что они доступны для зрителя. Что... Ты очень хорошо вопрос поставил. А что означает мощная команда? Ну, как они освещают... Нет, ты сказал не очень мощная. Что ты имеешь в виду? Не быстрая? Потому что я не досказал. Я хотел их сравнить с Баурман-тим, да? Ну, да. Там две деньги. А у них, наоборот, никакого освещения их тренировок. Они даже соревнования в закрытом формате провели. И вот ваше отношение ко всему. Какая стратегия выигрывает? Это разные стратегии, и они приносят плоды и та и другая. Разные плоды, наверное, еще приносят плюсом ко всему. Да. Ну, окей. А есть ли будущее у открытой команды? Конечно, ты посмотри, какое... В итоге сейчас же время, когда все меряется медийным шлейфом. Что есть медиапродукт, а что нет. Вот они действительно очень клевый медиапродукт. Их интересно смотреть. А как следствие, если у тебя интересное контентное содержание, к нему подтягивается и спонсор. И не зря там появился Адидас. И не зря там появился Буб. Но может там Адидас просто... Давайте я вам трусы, майку дам. Дорогой мой, нет, это так не работает. Там рынок. Там, если российский рынок экипировочный, это в рамках математической погрешности больше, и он все-таки плод энтузиастов, людей, которые действительно в это любят, ценят, занимаются, как в случае с Асикс и с Яной, да? То там это вопрос серьезного индустриального подхода, потому что это война за миллиарды долларов. Потом у них еще концерты разные. Бауэрмэн это больше все-таки про результаты высокие, потому что посмотреть там соревнования еще не показывают. А Тильман и Лайт это ребята больше энтузиасты, которые показывают беговой лайфстайл. Но это как бы фишка их медиапродукта. Да, да, конечно. А Бауэрмэн это USA. Это мы к вам приедем, мы вам покажем. На деревом. Да, ну и по факту же есть еще и НН, правильно? Тоже продукт. Это уже, да. Да, это уже из другой статистики. Ты знаешь, что тоже у них зонтичные, они перекрывают все возможные варианты. Есть и НН. Был Орегон, пока там не поймали этого человека, да? Странного. Там будет что-то другое. Что-то они совмещают, делают концептуально, но пытаются вывести всю эту историю на какую-то медийную составляющую. Другой бренд держится на красивых девочках в Инстаграме, да? Бегунах, но тоже в основном там трек-н-филд. В общем, у всех своя стратегия, и на самом деле очень много места, где ты можешь себя проявить, и твоя команда может себя проявить не обязательно. Но тебе что больше нравится? Тебе нравится, насколько я понимаю, вот ребята открыты. Да, симпатизирует такая тема, потому что ты видишь, как бы они на коленках все это делают, и более это живое, чем там глобальное что-то, и ты не видишь, что там на самом деле. У нас такой дефицит контента в Ютьюбе касательно лёгкоатлетики. Конечно же. Знаете, не только в Ютьюбе, просто в принципе бегового контента, спортивного контента, его почти нет. Поэтому все съедается. Но все же такое должны делать группа, какая-то группа людей, которые там со своими связями, там один одно умеет делать, другое другое. Степа, там не в этом вопрос, вопрос совершенно в другом. Это всё появится ровно в тот момент, когда ты поймёшь идею, о чём это. Вот когда у тебя появляется понимание, для чего это создаётся и кто это будет смотреть, всё остальное обрастает. Что нету хороших профессиональных людей с телевидением, да, как... Очень много. А вопрос нехватки идей и концепции. То есть идеей повествования, о чём это. То есть в чём мой интерес зрителя, в данном случае начинающего бегать или занимающийся бегом, для чего я должен этим интересоваться. Вот где возникают... То есть вначале, если мы хотим собрать какую-то команду, мы должны нарисовать своими силами путь. Да. Чётко был прорисован. О чём ты? Да. О чём ты? О чём проект вообще. И потом уже будет проще. Да, и самое главное — не повторять их и так далее, потому что... Не, повторять-то ходы можно, но не слепо и тупо, а понять условно твоё личное, в чём твоя трансформация как медиаперсонажа или человека, который создаёт какой-то беговой продукт. Где будет происходить некая история близкая, интересная по ту сторону, собственно говоря, экрана. Чё-то Паташу взял и раскрыл все карты, как, кстати, успешным спортивным блогерам. Всё рассказал. Я всё вырежу. Это всё есть в огромном количестве умных книжек, которые издаются на английском языке, которые рассказывают о сторитейлинге, о производстве контента, о режиссуре и производстве кино. Кажется, всё в доступе есть. Мне нужен список этого. А Стёпа один из немногих гостей углеводной загрузки, который сам задаёт вопросы. Всегда. Друзья, завтра утречком бег возвращается в Москву. Мы все побежим полумарафончик, все дружно. Господи, как... Но в разных ипостасях... Как ты получишь, Стёп? Ты нам, Олегович. Степан Олегович будет впереди. Надеюсь. Вести нас, так сказать, туда и обратно. Александр пойдёт на свой личный рекорд. Я искренне надеюсь, что удастся. Алексей, вы? Я буду хлопать изо всех сил и радоваться за вас. Хлопать и радоваться, а я с флажком поведу народное население вместе с господином Волошиным, Владимиром Великим и Ужасным на два часа. Стёпа, у тебя какой этот план на полумарафона? Я всё-таки надеюсь, что московский марафон состоится, и я пройду это как в тренировочном режиме планетка. Я рассчитываю час ноль четыре тридцать, хотя бы пробежать. Ну это скромненько. А в Питер поедешь, если... Нет, нет. Там у нас от моей команды другие два парня поедут дебютировать. А как твоя команда-то называется? А мы пока... Мы даже вакантное место для спонсора оставили. Для титульного спонсора. Хочешь быть спонсором, будет команда называться Таш Спорт Тим. Или... Ещё одна команда. ВТБ Спорт Тим. Всё, давай заканчиваем передачу. Началось тут, значит, уже вот это вот... Гайз, давайте подводить итоги. Стёп, ты как хранитель знаний, во-первых, тебе большое спасибо. Ты сам, наверное, не ожидал, что так много знаешь про... Про сборы. Про сборы в разных местах. А в всяком случае, даже если знаешь, мы сейчас с тобой вместе, дружно это всё систематизировали. И уже понимаем, где, чего, когда, в какое время года, зачем. И где, грубо говоря, у каждого из сборов есть своя собственная, так сказать, особенность. Да. Ради которой туда стоит ехать. Тебе спасибо. Тебе удачи. Во всех начинаниях. Пусть будет это медиапродукт, команда, твои профессиональные деятельности и так далее. В данном случае это совпадающие истории. В любом случае, мы за тобой следим. И очень приятно, что ты тоже входишь в этот некий универс приятных и хороших людей, которые ещё и бегают. В котором мы всегда, и на канале основном, и здесь, на углеводной загрузке, и на бегу в Рейдинг Лайфе, всегда рады. Спасибо вам. И всегда готовы поддерживать таких крутых и худых. Крутых, ну, частично, и худых тоже. И с флажком, да? С флажком. Наш флажок, да, согласен. Наш флажок. Подари нам флажок. Флажок имени нас. Да.